Здравствуйте, друзья! Сегодня я буду разговаривать, надеюсь, вам понравится наш разговор с Ильей Сергеевичем Димаком. Это лучший учитель 2017 года, правильно? Ну, я бы это все-таки разграничил. Учитель года России, как победитель федерального конкурса национального и лучший учитель. Немножко разные вещи. Не думаю, что просто, в принципе, возможно в нашей профессии, у нас миллион двестиста тысяч в стране. Вот так вот, да, взять и выбрать лучшего. Поэтому, скорее, мы говорим о том, что вот он победитель конкурса. А вот интересно, миллион триста тысяч, ведь это же даже больше, чем армия, это же целая страна буквально. Чуть больше, чем вооруженные силы, да. Смотрите, ведь каждый учитель, он влияет на ребенка с самого детства, на его развитие, на его становление. Как можно, чтобы миллион триста тысяч человек все были образованные, умные, хорошие, все любили детей? Ну, это один из, наверное, главных вызовов, который вообще существует в учительском деле. Конечно, нужно, чтобы с ребенком с самых ранних лет, с самого маленького возраста был образованный, яркий, творческий, добрый человек. Это очень важно. И это парадокс определенный, потому что всего этого очень сложно добиться в массовой профессии. И она массовая в любой стране. Ну, понятно, что соотносить это можно с населением. Но тут вопрос, как мне кажется, требования вообще культуры профессиональной. Скажу, мне очень нравится практика наших соседей, финнов. Там, чтобы занять должность учителя, нужно иметь, как минимум, степень магистрата. Совершенно много. Для того, чтобы стать учителем в России, достаточно закончить педагогическое училище. И это очень большая разница. И в этом, в том числе, тоже кроется ответ на ваш вопрос, как сделать так, чтобы с ребенком был настоящий учитель. Сколько нужно учить учителя? Ведь учителю должно быть просто дано. Учителю должно быть дано любить детей и, как сказать, заниматься детьми. Вот я смотрю вот книжки, да, вот книжка, вот восьмой класс, допустим. История нового времени. Она же малюсенькая. А учитывая, что здесь на каждой странице картинки, она же малюсенькая-малюсенькая совсем. И, ну, как можно целый год учить эту книжку? Потому что я помню, когда сдавал экзамены, и за неделю можно два-три раза ее прочитать перед экзаменом. А целый год, дети ее учат целый год. И как, ну, допустим, вы как учитель. Ведь, по сути, вот эта вот стопка, это все ваши учебники, кроме... Тут не только класса. Ну, скажем так, тут примерно половина. Один учебник – это полгода. Скажем, большинство из них. Ну, вот если мы так возьмем. Эта история всеобщая, это все кроме России. И вот эти два томика – это история, собственно, России. Полгода в каждом классе проходится отечественная история и полгода все, что ее окружает. Туда же тебе лучше написать «пятый класс». Пятый класс – это история России. Фрагменты к нему еще есть такой же черного цвета. А, просто мы не купили, да? А, то есть на самом деле два учебника для пятого класса, два учебника для шестого? Два, и бывает даже три. И, скажем, в десятом классе на три части делится такой учебник. Какая-то вообще эта карта небольшая? Ну, он, конечно, небольшой, но тут опять-таки учебник, в общем, не для того, чтобы по нему изучить историю. Учебник – он такое, в любом предмете, такое приложение к учителю. Ну, скажем, когда по какой-то причине у меня нет рядом с ребенком, ну, ребенок долго болеет или какой-то другой причине, но нет учителя. Тогда, да, вот эта книжка, она, в общем, помогает недостаток диалога восполнить. То есть вы хотите сказать, что вы говорите больше, чем здесь сказано? Конечно. Но учебник означает вот такой минимум хронологический, понятийный, который ребенку надо сказать. Нет, я просто думаю, ну, хорошо, даже если вот эта стопочка книг, да, пускай их будет в два раза больше. То есть, соответственно, здесь их пять, а их будет десять. Ну, это же миссер, нужно ли учиться пять лет в институте, или там вообще в начале в училище, там, два-три года, потом пять лет в институте, магистр, бакалавр, да, вот эти вот такие большие, так сказать, должности, названия. Ради десяти вот этих книжечек. Ведь любой человек, вот я уверен, я ее прочитаю, зайду в интернет, и я буду специалистом в этой области, ну, за два-три дня. Разве нет? Конечно, нет. Два, ну, здесь как бы два вопроса есть. Во-первых, собственно, содержание предмета, ну, в данном случае курс истории. Понятно, что, ну, у нас есть небольшое время на его изучение, скажем, за год, это обычно 72 урока. Понятно, что 72 урока, они наполняются содержанием более или менее глубоким, в зависимости от того, сколько знает сам учитель. И понятно, что большое базовое историческое образование, оно и позволяет сделать урок интереснее, и отойти, конечно, вот от тех самых каких-то элементарных вещей, но будет настоящая история. Вот того, что, собственно, связывает время, того, что помогает нам самих узнать в прошлом. Это все зависит от компетенции учителя. Поэтому, да, конечно, ему нужно учиться годами, чтобы за эти 72 часа рассказать что-то большее, чем вот эта маленькая книжка. Второе, все-таки, быть историком и уметь научить ребенка истории, это две разные профессии. Если ты очень-очень много знаешь, но ты не можешь все это выразить, ты не можешь все это понятно, доступно рассказать ребенку, то абсолютно никакого значения не имеет все твое образование. То есть толку в твоих знаниях ноль, если ты не можешь донести до ребенка. Это получается, что нужно быть хорошим рассказчиком. Безусловно. Нужно с детьми быть на одной волне, понимать их, чтобы не было какой-то градации, что вот это я, я большой, я важный, я учитель, я взрослый, а ты ребенок, вот делай, как я тебе скажу. И ребенок, вот мотивация ребенка учиться. Родители наругают, вот какая еще мотивация учиться у ребенка? Есть такой вид мотивации, родители наругают, и этот вид мотивации мне очень нравится. Так же, как когда учитель уж очень строжит ребенка. Это, знаете, такой очень простой и в плане эмоционально очень дешевый способ активности. В том смысле, что проще всего накричать на ребенка или угрожать ему, или применить какую-то силу, для того, чтобы он что-то сделал, это самая плохая мотивация. Это мотивация от страха. И это плохо. И, конечно, это такое самое последнее средство, к которому стоит вообще прибегать. Мы с ребенком занимаемся как родители или как учителя. Всегда здесь лучший вариант – это интерес. Если мы идем интересом, если мы опираемся на то, что самому ребенку хочется получить всего этого, то, конечно, да. А надо ли ему? Вот как раз об этом. Это как к вопросу о том, зачем еще ребенка мы в школу посылаем. У нас традиционно считается, что ребенок будет в школу, но, в общем-то, на радость маме. В том смысле, что его задача основная – это сделать так, чтобы маме, в общем, было не стыдно на родительском собрании, и чтобы она видела в дневнике, ну, допустим, четверки-пятерки. И видела перспективу. Безусловно. Так вот, совершенно не за этим ребенок существует, и совершенно он не на радость маме это должен делать. Он, скажем так, в школу ходит, понятно, не для того, чтобы цифру какую-то получить себе в дневнике. Эти цифры, они вообще часто приводят к тому, что мы начинаем за ними гнаться, и на самом деле уходим от того, зачем ребенку дано это время в школу. Знаете, вот сколько времени ребенок в школе проводит? Если сложить все уроки, которые он посещает, с 1 по 11 класс, все предметы, все уроки, получается 10 с половиной тысяч часов. Это огромная часть жизни ребенка, в общем, самая лучшая. Ну, вот что он там у школы находит 18 лет, а до этого времени вот вся его жизнь проходит с нами, с учителями. И понятно, что ему вот это время, лучшее время своей жизни тратить на борьбу за какие-то цифры безумие. Нет, ну это все правильно, но понимаете, тут действительно он проводит много очень времени в школе. Потом после школы он идет на какие-то занятия. Может быть даже в этой же школе, на какую там секцию футбола, волейбола, я не знаю, там лепки или рисование. И опять же в школе, а некоторые остаются там на продленке, а родители потому что на работе. И в школе проводит ребенок больше времени, чем дома. Не получается ли так, что школа, зачем она нужна, эта школа? Она получается детей как бы забирает себе, то есть школа построила государство на государственные деньги. И государство учит ребенка так, как выгодно государству. Учит тому, чему хочет, чтобы знало государство. Но есть ценности семейные. Это папа, мама, бабушка, дедушка, братик, сестренка. И получается ребенок, он вырван из семьи от семейных ценностей. То есть, а что школа дает ему? Ведь учитель, ну вот, знаете, вы его учите. Но его учат, может быть, его сверстники его учат. Ведь мнение сверстника в определенный момент становится гораздо важнее, чем мнение родителей. И мнение учителя. Потому что вот, там не знаю, Вася курит и ходит, и матом ругается. О, это круто. Дай-ка и я попробую, там допустим. А там в каком-то возрасте, в старших классах уже пьяненький такой ходит. Вот оба, оба она, он уже взрослый, он крутой, дай-ка я попробую. И ребенок, он уходит из семьи как бы вообще. То есть, он в школе, школа это стая такая вот сверстников. И в этой стае сверстников нужно как-то возвеличиться, как бы показать себя. И не опасность, вот опасность школы, вот нет ли в этой вот опасности? Вот как вы это видите? Разумеется, что школа на себя не должна принимать никакие функции семьи. Но это тоже очень дикость. Другое дело, что семья современная, она склонна к тому, чтобы эти функции в школе передать. Совершенно правильно говорить, что ребенок большую часть проводит в школе. Если сравнить вот мое положение, вот тот объем времени, который есть у меня для общения с ребенком и объем времени, который есть у родителей, он очень разный, в мою пользу причем. Было такое исследование, сколько лет, семь назад, проводил в ЦИОМ. Они тогда считали, сколько времени в сутки в среднем родители проводят с ребенком. Ну, в общении имеется в виду, не физически, вот в одном помещении. Но мама это отдельная история, вот папа очень был показательный. Так вот, среднестатистический российский папа в день проводит в общении с ребенком 7 минут. Ну, если так, в общем, прикинем, как это происходит частным образом, ну так оно и есть вообще. И мы понимаем, какие это 7 минут. В общем, это совершенно не про то, как устроен мир эти разговоры. И плюс еще, почему к родителям не со всяким вопросом пойдешь, ну вот скажем, что у нас там было, выборы были недавно. Ну, какой ребенок пойдет к папе или к маме с вопросом, вот пап, мам, скоро выбор и за кого мне голосовать? Понятно же, что он получит совершенно не тот ответ, на который он рассчитывает, а получит он в ответ, ну, такой воспитательный момент. Ну, потому что какой родитель допустит возможность воспитать ребенка, если у него есть такой шанс. И посмотрим, что происходит в школе. Если, скажем, ну ладно, я учитель истории, я там не часто с детьми встречаюсь в расписании, будь я, скажем, учитель математики, у меня по одному два урока в день с ними только по расписанию. Если я еще классный руководитель, я с ними на всех мероприятиях после. При этом, если я классный руководитель, я еще постоянно вечером на телефоне, как-то такая служба технической поддержки для них и для родителей. Они звонят вам? Ну, бывает, конечно. А есть у вас группа ВКонтакте вашего класса или как-то куда-нибудь? Есть у родителей, мне просто не нравится сам по себе формат, поэтому я вот такой принципиальный, а у меня свои нет, потому что общение такое максимально живое. А скажите, вот школа, да, а есть образование на дому, допустим, как вы смотрите на то, что вот, допустим, ребенка, ну, хотя бы до четвертого класса, ведь там все просто, писать, читать, читать. До четвертого класса, наверное, если мама не ходит на работу, она же может этому это научить, нужно ли отдавать ребенка именно с первого класса? Есть такая форма образования, называется она семейная, совершенно спокойно, можно в более старшем возрасте дома. Нет, а как потом ребенок, вот он приходит в четвертый класс, и там вот эта стая, уже они друг друга знают, как он вклинится в этот коллектив? Это большой вопрос, и вот как раз в раннем возрасте мне не очень нравится эта форма, здесь как раз правильнее, если ребенок находится в школе. Во-первых, совершенно правильно говорить, потому что ему нужно привыкать общаться, и дома, какой бы хорошей ни была мама, сколько бы ни было бабушек, он не научится общаться и приобретет социальный опыт. У него не будет тех конфликтов, которые, естественно, будут возникать с верстниками. А нужно ли ходить в школу каждый день? Да, конечно. А зачем? Пустим, если ребенок один день в неделю, то есть пятидневка, да, у нас? Ну, шестидневка у ребенка. Уже шестидневка. Ну, это же большая нагрузка. Это же действительно ребенка отбирает у родителей прям полностью, даже в субботу, когда родители выходные, даже в субботу его забирают. Зачем каждый день ходить? Ведь этот учебник, ну, вот параграф, вот его прочитал, вот ты его знаешь, там, прочитать, наверное, один параграф учебника, который задали. Например, можно прочитать дома, ну, не знаю, там, за час, за полчаса, скорее всего, другой учебник, там, за полчаса, ну, параграф. Зачем приходить каждый день? Если, ну, чтобы быть, возможно, с семьей больше, допустим, зачем шестидневку, мне кажется, это какая-то прям дикость. То есть, я думаю, что пять дней, это, наверное, нормально, ведь взрослые люди работают пятидневку, а дети шести дневку. Разве это правильно? Дети загружены, конечно, и загружены сильно, но тут, смотрите, в чем принципиально я с вами не соглашусь. Образование любое, не только по истории, оно совершенно точно не в книжке. И то, за чем существует учитель в школе сегодня, и за чем ребенок туда ходит, он совершенно ходит не за тем, чтобы учительница ему рассказала, как там дело было, допустим. Вот все то, о чем вы говорите, это все абсолютно легко усваивается ребенком со цифровой среды. Потому что, ну, вот я сейчас выложил, а так, в общем, у всех присутствующих есть в кармане какой-нибудь телефон, и уж сто процентов он имеет выход в сеть. И я, как учитель, например, я, естественно, не могу конкурировать, допустим, с Google по скорости поиска информации, это понятно. То есть, я пока говорю, Google уже эту информацию выдаст. Я не могу конкурировать, ну, допустим, элементарно с Википедией по качеству структурированной информации. То есть, если я могу, конечно, рядом с собой поставить какую-нибудь картинку, ну, презентацию, это будет не то. Потому что меня не промотаешь, как, например, вот какой-нибудь видеоблог. Если я говорю что-то, что вот зацепило ребенка в какой-то частности, это не нажмешь на гиперссылку и не посмотришь подробнее, потому что я на этом и планировал останавливаться. Поэтому, как источник информации для ребенка, и как тот, кто ее собирает и структурирует, я, естественно, цифровой среде проиграл 30 лет назад, и тут бессмысленно даже с ней тягаться. Если учитель сегодня идет в класс с идеей, что сейчас он расскажет, как было дело, это, повторюсь, безумие. Учитель сегодня главным образом нужен для того, чтобы давать ребенку общение нормальное человеческое. Потому что вот никакая цифровая среда с собой, со сверстниками, и со сверстниками главное. Потому что дома у него этих сверстников нет. А как учитель может повлиять на какие-то конфликтные ситуации в классе? Для этого у него есть квалификация, есть опыт. Хорошо, но ведь не так давно вы были в школе. Вас видели в школе? Наверняка. Это было 10 лет назад, когда я совсем недавно 15, но это не так давно. Мне кажется, что у вас вид такого очень умного, интеллигентного человека, как говорят взрослые, и ботаника, как говорят дети. Мне кажется, вас обижали. Наверняка, но я тоже говорил уже про... Ваш учитель, он как-то видел это, он вмешивался, когда вас унижали, может быть били, может отзывали. Ой, ну я не помню, чтобы меня уж прям кто-то там унижался в школе. Понятно, что если это происходит, то здесь, конечно, он что-то должен вмешиваться, он вмешивается. Ну, а как, я не представляю, как учитель может вмешаться. Вот вы вмешались, да, вот вы взяли за шкирку кого-то, а он потом сказал, у меня вот учитель... Тоже мне позволят за шкирку взять. Как словами, ну, видишь ли, молодой человек Васечка, и вот этот интеллигентный вот этот тон, он вряд ли повлияет на ребенка. Я не знаю, вы же считали Макаренко. Ну, Макаренко бил в морду. Один раз был у него, да. Ну да, и он писал об этом, вот надо бить в морду, короче. Вот так он и писал. Ну, вся самая популярная книжка в мире, это Библия, в втором месте Макаренко, педагогическая поэма. И современному учителю пальцем, по-моему, уже нельзя коснуться ребенка, тут же какие-то будут проблемы. А в то же самое время наши педагоги опираются на Макаренко, который бил своих детей в морду, когда они его не слушались. Как вы, я не совсем понял, как вот если в классе появляется какой-то вот ребенок, физически, как сказать, психически нездоровый, вот он начинает глумиться над другими детьми, может быть у него семья какая-то там, выпивающих родителей, они его бьют. И он приходит сюда возвеличиваться, он обижает слабых, бьет девочек, смотрит какого-то ботаника худенького, его избивает. Это же нормально, вот я говорю про свою школу. Это выбирался самый слабый и над ним глумились там все. Сначала вот этот вот ребенок алкашей глумился, я просто конкретные вещи сейчас говорю про свою школу. А остальные, как бы они, вот этот принцип статности. А учитель даже не всегда мог вмешаться, когда-то он вмешивался, допустим, когда-то он не видел этого, иногда он не мог вмешаться. Вот школа, не калечит ли она детей? Вот есть же статистика, после школы сколиозы, там искривление позвоночника, ну и там, самое главное, психически люди просто вот сломлены вот этим вот каждодневным издевательством своих сверстников. Вот и при этом шесть дней в школе, и уже дети друг другу надоели, и вот они уже вот это вот идет. И учитель-то, наверное, за шесть дней тоже устал от детей. Насколько наша система образовательная вообще нужна? И нужно ли вот до восемнадцати лет, тут уже много вопросов я говорю за один раз. Вот в восемнадцать лет человек закончил школу, он ребенок, ну как быть, школа и ребенок это слова такие синонимы. И он идет в армию восемнадцать лет, и он там убивает людей. Ну, недавно брали Крым, там были призывники, они шли, и если бы были войны действия, призывники убивали бы, и их убивали бы. Ну и была Чеченская война, тоже молодых ребят туда отправляли. Ну, просто армия это всегда, это в любой момент, вот сейчас Сирия, армия это в любой момент убийство, либо тебя, либо ты. А ты вчера был в школе, сегодня ты убиваешь. Вот насколько нужно учиться в школе до восемнадцать, зачем? Если действительно можно сказать Алиса или там Ахей Дуду, и вот, пожалуйста, тебе скажут, когда сажать Азимы, когда Яровы, есть специальное приложение. Зачем учиться в школе так долго, да еще и каждый день, да еще шесть дней в неделю? Вы про сколиоз сказали, мне сразу как-то подравняться захотелось. Знаете, я еще раз тогда сформулирую, да, безусловно, в школу ходить нужно, и делать это нужно столько, сколько мы делаем. И хорошо, что сегодня ребенок заканчивает совершеннолетие мое, потому что школа сама по себе, она обеспечивает и продлевает детство. Но она всегда эту функцию выполняла, и сейчас никуда она не делась. Это разве хорошо продлевает детство? Конечно. Ну, слушайте, я помню, ждал, когда же я стану взрослым. Это само собой, да. Детства это всегда нет, это большое жирное нет, мороженое нет, гулять нет, играть в игрушки в компьютере нет, всегда нет детства. Когда ты взрослый, ты решаешь за себя сам. Ты можешь идти, например, с четырнадцати лет работаешь, ты зарабатываешь деньги, и ты сам покупаешь, что хочешь. Купил себе, там, десять килограмм мороженого, все, ты уже понял, что все, я наелся, не хочу. И сам решаешь, понимаешь, взрослые решения. И ребенок, я не знаю, неужели дети такие у нас глупые, что в восемнадцать лет их учат, а чему учат восемнадцать лет, это даже интересно. Я понимаю еще историю, ну, там, логарифмы. Зачем ребенку в жизни логарифм? Вот я вот проходил много вещей, которые, химию, например, физику, но она мне вообще никак не пригодилась. Зачем я тратил на это время? В то время, как у меня есть свои наклонности. То есть, как сказать, восемьдесят восемь процентов человека определяет его генотип, то, что ему досталось с погеном. Я не могу выбирать себе работу, я, например, не могу работать стоматологом, это вообще не мое. Даже если я очень захочу, я не могу работать. У меня есть свои наклонности, вот как у вас. История, это ваша. И учителя, если вы стали учителем года, наверное, все-таки это ваше, оно по генам вам дано. И вы не можете иначе ничего изменить. Зачем мне химия, если она мне не дана вообще в принципе? Она мне в жизни не пригодится. И она девяносто девяти процентов химии никому не пригождается. Но детей заставляет учить ее до восемнадцати лет. Восемнадцать лет – это взрослый мужчина. Он уже готов убивать и умирать. Но это же неправильно, согласитесь. Понятно, что как учитель я и понимаю, могу объяснить, в чем польза от такого всеобщего развития. И в чем конкретный смысл каждой конкретной области. Другое дело, я с вами согласен, что есть вопрос склонности ребенка, его способности, интересов собственных. Их важно учитывать, и учитывать нужно. Я, например, в том, что касается истории, я совершенно не считаю, что история необходима для спасения души, что без нее уж никак человек не справится. И на определенном этапе, конечно, это вопрос выбора. Я вот вспоминаю себя, школа закончилась медалью. И, в общем, зачем это было нужно в качественном итоге? Я, наверное, могу сказать. Ну да, я более-менее образован. Капинально стоило тех явно чрезмерных усилий, которые на это затратил, и той злости, откровенности, с которой я поступаю на филфакт, штудировал черчение, химию, штурмовал буквально. Конечно, ничего хорошего, не здоровье моего это не принесло. В этом смысле дано. Вот в таком осмысленном этапе здесь, конечно, траекторию ребенок нужно корректировать. И важно учителю понимать это. Нет, может, может. А как, если у него урок химии, и если у него будет двойка, то родители заругают, в институт его не пустят, медаль ему не дадут. В институт, если только он химию будет сдавать, тогда с двойкой его, конечно, не пустят. А если у него будет двойка по многим предметам, которые ему не понравились, а только будет по истории пятерки, его таки возьмут? Да, конечно. А никто никогда не узнает, какие цифры у вас записаны в школьном аттестате. Но все равно это для ребенка, наверное, стресс быть двоечником, родители стопудово скажут, что... Родители расстроятся, скорее всего. Опять же, психическое вот это вот воздействие. Если человеку... Моей дочке давно лепить. Лепить... Вот она любит лепить руками. Вот она любит лепить. И она вот готова лепить с утра до вечера пластилин. Вот мы отдали ее на лепку, она двинный лепет. Но какая химия, какая физика, какие шесть дней в неделю? Пускай ребенок лепит. Если ей нравится лепить, пускай она лепит. Конечно. Если вдруг у нее вот в жизни понадобится узнать, почему Александра Третьего назвали тугодумом, ну, надо сказать, окей, гугл. Да, она скажет... И там нет, кстати, в Википедии не сказано, что он тугодум, а вот здесь вот запросто царя Александра Третьего называют тугодумом. Причем в открытую тугодумом, как же он называет. Насколько вот это подача... Вот я вот перечитывал, тут закладочки ставил. Так... По природе он был тугодумом, вот. По природе он... Это же, ну, это же оскорбление царя... царя Александра Третьего. По природе он был тугодумом, но позже присущая ему неспешность в решениях вопросов принималась за основательность. Ну, это как-то такая позиция... К учебникам у нас масса вопросов, да. Позиция очень такая интересная, почему вдруг... Знаете, я скажу вещь, которую, в общем, вам скажет, наверное, любой учитель, во всяком случае... Ну, это не новость точно совершенно. Хороший учитель, он учебник не учит. Я начал с того, что учебник нужен тогда, когда рядом нет учителя. Поэтому, ну, вот, я говорю, у нас есть вопрос. Скажем, я и коллеги мои, в моей гимназии, где работаю, мы вполне обходимся без учебников. Опять-таки, потому что, ну, вот, много чего не понимаем в том, как их приложить к хорошему и эффективному курсу. Да, вот, поэтому здесь очень масса вопросов. Ведь вы же доверенное лицо Путина. Ведь вы, наверное, можете влиять на это каким-то образом. Писать письма, не знаю, еще что-то делать. Ведь у вас же есть коллегиальное мнение ваших коллег, педагогов, там, может, даже уже в возрасте. Как-то что-то пытаться изменить в другую сторону, в лучшее? Понятно, что если у ребенка есть хороший учитель, то ему все равно какие учебники вокруг. Он их, скорее всего, не убит. Другое дело, что то, с чего мы начали, у нас больше миллиона. И, ну, далеко не всегда в такой массовой профессии рядом с ребенком будет хороший учитель. И тогда, да, неплохо бы, чтобы книжка, которая ему альтернатива, она была бы хорошей, интересной и правильной. Поэтому, ну, вот тут как-то нужно работать. Можете пойти вот против системы вот своего рода? Ну, не то, что против системы, не против этой машины, да, под названием российское образование, а как бы ее немножко подремонтировать, смазать ее. А так это и происходит. Вот те книжки, которые тут лежат, это результат, ну, практически, подвига. Есть такой перечень федеральный книжек, которые допущены к обучению в школе. Вот по ним можно учить, а не по каким-то другим. В них сейчас, ну, там, круглым счетом, ну, две тысячи наименований. При этом, скажем, учебников русского языка примерно 200. Я вот по второму образованию филолог, ну, даже мне с такой квалификацией не вполне очевидно, как можно двумя стами разными способами объяснить детям морфологии русского языка. Мне кажется, избыточным. Так вот, учебников истории сегодня их всего три. Вот здесь лежат три линейки учебников. Ну, с пятого по десятый класс. Вот их всего три варианта. Это хорошо. С одной стороны, есть какой-то маневр для учителя. Ну, вот здесь получше, здесь похуже. А с другой стороны, в этих трех линейках может разобраться родитель, который точно так же может взять и сказать, вот тут и текст хороший, и картинки есть, и вот это мы берем. И ребенок может разобраться. Когда их 200, это невозможно. То есть правильно я понимаю, что к вам в класс приходят дети с разными учебниками? Сейчас нет. Вот сейчас мы сократили до этих трех линейок во всей стране. И история сейчас это единственный предмет школьный, где у нас их три. А так как счет идет вот чуть ли не на сотни. Нет. То есть тебе как-то говорить, покупайте вот это. Или есть такая вероятность, что у нас три учебника? Школа выбирает сама. А, школа говорит. Учитель говорит, что он будет работать по этой линейке. А скажите, вот когда я пошел учиться в школу, я пошел учиться в школу в 86-м году. А закончил я ее в 96-м году. И вот меня учили... Это вот к вопросу, вот я подхожу к Фоменко. Вот Фоменко Носовский. Вы его читали? Ну, что делать? Просматривал. Вот очень интересно. Вот смотрите, я пришел в школу в 86-м году. И меня учили. Мы ходили с гвоздичками, шариками на демонстрации. И нас учили, что коммунизм – это единственное верное решение. Ленин – это вот бог. Ленин, Сталин, Карл Маркс, вот эти вот три вот головы. А Придрих Энгельс. И вот мы должны на это опираться. И все такое. А потом вдруг в какой-то момент, в 31-м году, те же самые учителя Вдруг нам говорят, что Ленин – предатель, Сталин – тиран, коммунизм – утопия. А вот капитализм – наше будущее. И вот это здорово. Рубль и так далее. Точнее, доллар тогда, чтобы был очень популярен. Нужно зарабатывать как можно больше и все отдать в частные руки и частность. Ну, вы понимаете, о чем я говорю? Одни и те же учителя, в том числе истории, вдруг начали все квертормашками преподавать. Вот как вы можете это объяснить? В данном случае, например, стало больше учебников русского языка. Математика не изменилась. А история вот в этих перипетиях, и учитель истории, он всегда как мишень. Вот как мне, например, человеку, который выучил гимн Советского Союза, и мы его пели каждое утро перед занятиями. А потом вдруг, я до сих пор не могу петь гимн России, у меня автоматически гимн Советского Союза поют. Вот как в этих коллизиях истории разобраться? Здесь нужно очень ясно отделять историю, историческую науку от интерпретации. И урок – это совершенно точно не то пространство, где мы будем интерпретировать и объяснять, как надо и как не надо. Это такой, какой-то, скорее, воспитательный момент. Потом в семье хороших родителей могут сказать, что нет, вот так думать неправильно, думать надо по-другому. Это их право. Ну, в общем, такой статус. Но не учитель совершенно точно. И там еще была такая история, когда Владимир Владимирович выступал, говорил о том, что какие-то люди ездят по российским школам в глубинке и выбирают умных мальчиков, девочек, потом дают им европейское гражданское и переманят себе. Что-то такая новость пробежала, и тогда была открытая школа, по-моему, она называется «Прогрессор», что-то такое находится где-то под Сочи. Сириус, может быть. Может быть. Что-то из всех самых талантливых детей в эту школу собирают. Причем только не из Москвы. Причем там такой закон с Москвы нельзя, потому что иначе чиновники своих детей не дадут. Не совсем так. Центр образовательный. Третий год он работает. Называется «Сириус». Находится он на базе олимпийских объектов в Сочинске. Практически все они, включая чудный стадион «Шайба», перешли этому центру. Центр очень большой. Там сейчас четыре направления. «Спорт», «Искусство», «Наука» и «Литературное творчество». И дети туда отбираются по результатам Олимпиад. То есть он выиграл регион или даже выиграл Россию, и он получает приглашение нас туда. То есть это такое детское Сколково? Ну, как бы да. Это такое что-то между Артеком и Сколково. То есть принцип пребывания там как в Артеке по сменам. В Артеке тоже там не берут всех подряд, а там тоже… Ну, Артек немножко про другое. Артек все-таки про дружбу и общение, а тут про очень глубокую специализацию. И «Сириус» он не школа в том смысле, что в «Сириусе» не учат лучше, чем учат, допустим, в нашей гимназии. По каким-то предметам даже наоборот. Там другое дело. Когда эти дети находятся в своей обычной среде, вот этот ребенок, который выдающий спортсмен, он хоккеист или он музыкант, он такой один. И в этом смысле любой одаренный ребенок, он очень одинокий ребенок. Среда, в которой он существует, она его правильно говорит. Могут и побить. Ну, хоккеисты вряд ли. А вот остальных – да. Когда он приезжает в этот «Сириус», вокруг него только такие, как он. С выдающимися достижениями. Очень целостремленные. Очень грамотные в своей сфере. И которым все это надо. То есть, вот с ними прямо можно поговорить об этом. Вот месяц-два, когда они находятся на смене в «Сириусе», это другая среда. И они чувствуют, что вообще неплохо быть вот таким. И они возвращаются к себе. Главное, чтобы только они обратно не погасли. Ну, вот там про мотивацию вся эта история. Не, ну, это хорошо, что в этом плане делаются какие-то такие интересные вещи. Потому что ведь это же дети. Они вырастают, становятся, в том числе и занимают руководящие должности. Чем больше талантливых людей, тем и лучше. Чем, как Вы говорили, чем богаче каждый житель страны, тем богаче каждая страна. Чем крупная социальная страна. Ну, страна в целом, да. Это, кстати, дело ведь не в предмете даже. Бывает, что каких-то вещей даже просто ценностных такого ребенка не хватает. У меня было такое приключение. Я в ноябре как раз в «Сириусе» занимался нашей молодежной сборной по хоккею. Если вот хоккеем кто интересуется, это Ю-18. По-нашему это одиннадцатиклассники. Молодежка. Значит, они готовились к повтору суперсерии «Сир Канада». Помните, такая была. Идея была какая? Наша молодежка, канадская молодежка. Повторяют суперсерию. Ну, вот смотрят кто кого. Вот перед выездом они в этом «Сириусе» две недели тренировались. И вот тут у них был я. Понятно, что я у них был не по вопросу клюшки. Это я не умею. У них день строился так. Значит, четыре часа утром у них тренировка. Потом они приходят ко мне. И это называлось патриотическая беседа. Значит, и обед. Я приложение к обеду или обед приложение ко мне – это не очевидно. А потом они уходят на игру. Естественно, что им было совершенно точно не до образования, не до истории, не до патриотических бесед, которые у них там обозначены. Формат непонятный, что с ними делать. А две недели это происходило. И естественно, что здесь вот нужно было понять, что им самим интересно, о чем они хотят говорить, что они хотели бы узнать в это небольшое время. Для того, чтобы вот тот момент, когда эта команда приходит ко мне на час, между очень важной тренировкой и очень важной другой тренировкой, чтобы это время было не зря. Знаете, как вот программа, которая выходит в прайм-тайм, надо, чтобы она оправдывала, почему зритель смотрит ее, а не сериал на канале «Россия» параллельно. То же самое здесь с вот этим форматом. Когда мы сегодня часто выходим к ребенку, нам важно, прежде всего, задумываться, а почему ребенок должен предпочесть 40 минут с нами, 40 минут с книжкой, с смартфоном, с чем угодно. Что я такого могу ему дать? Вот мой ответ на это, я ему даю вот то самое общение, тот самый диалог, которого сегодня у него нет ни в семье, ни со сверстниками, ни с книжками. Интересно, а про что рассказывают хоккеисты? Мы очень быстро определились с темой, как-то у них возник вопрос, откуда вообще берутся темы. Скажем, вот у нас тут есть, вот Елизавета Тюдор, королева английская, а вот, допустим, почему Елизавета на обложке? Вот почему она? Есть же много других прекрасных женщин. Или, допустим, вот в литературе, почему мы учим стихотворения Пушкина, а есть, знаете, как, даже именно до понедельника, есть поэты второго ряда, которых мы не учим. Или, не знаю, в алгебре. Есть вот там то, что придумал Эвклид, это называется аксиома, это вот так и было, а есть то, что придумали остальные математики, это теорема, это что доказать надо? То есть, откуда берутся эти авторитеты в областях? Ну и вот, как-то говоря о том, собственно, откуда действительно они берутся и в каком принципу они в нашей культуре возникают, мы с ними и две недели беседовали. Что вы думаете по поводу того, чтобы поставить видеокамеры в классах? Много где стоят. В Татарстане, например. Ну и у нас в Петербурге есть заведение. То есть, это решает сама школа? Ну, конечно. Закон не обязывает абсолютно... Закон предполагает, что у нас есть развитая система видеонаблюдения в коридорах. Ну, это и хорошо. В коридорах, в туалетах? Нет, так я знаю, что больше везде, в везде. Нет, в туалетах они курят, они в туалетах могут драться, допустим, это же тоже важно. Но закон запрещает. Именно в туалетах или в классах? Да, в туалетах. Ну, в туалетах, да, там может быть по какой-то причине. А в классах, например, это же защитило бы того же учителя. Вот, например, как реагировать? Ребенок берет учебник и бьет. Ну, вот я просто говорю в случае. Вчера у меня у нас работает, подрабатывает учительница младших классов. Я у нее спросил, говорю, вот который в собрании. Скажи, вот как, вот если ученик плохо себя ведет? Он говорит, да, вот у меня в классе берет учебник и дубасит. Сначала себя дубасит, потом всех вокруг дубасит. Прямо во время урока. Причем мальчик в этом классе, говорит, с меня размерами. Вот как реагировать? А второй мальчик в это время встает, ходит по классу, выкрикивает там ответы на вопросы, тоже всем мешает. Вот в курсе, что делать? Я бы так сказал. Для того, у нее есть специальное образование, и я уверен, есть квалификационная категория, для того, чтобы она знала, что с этим делать. Нет, ну просто скажите, вот этот совет, или как это называется? Вот это не может быть универсального совета. Просто потому, что дети, они каждый уникален. Мы работаем все-таки, ну тут не дрова возим, а работаем с уникальными людьми. Она говорит такую вещь, что она сказала, что я позвонил родителям, ну уже после урока, и родители сказали, что да, он на каких-то там чуть ли не транквилизаторах, каких-то успокоительных, у него какие-то расстройства. Это совершенно особенная ситуация. И то, что, скажем, подходит к решению даже похожей ситуации в моем классе с моими детьми, совершенно точно не подойдет там, наоборот. В лучшем случае наведет на мысль, как можно действовать. Нет тут рецептов. Я понимаю, но вот этот ребенок, он один, и он что-то у него с психикой, и он мешает всему классу. Ударить его нельзя, выставить его нельзя, кричать на него нельзя. И он мешает, он срывает урок. Вот как быть? Вот что, я не совсем понимаю. Он срывает не один урок, он срывает второй, там, третий урок. Вот у него такое вот настроение идет. За один раз это не решается. Нет, правильно я понимаю, что в нашу школу берут, даже если у человека какие-то психические расстройства, он имеет право вместе со всеми учиться. Конечно, да. Это всегда желание родителей. Если родители считают, что ребенку будет лучше в большом коллективе, то... Нет, если там как минимум двадцать родителей. Если девятнадцать родителей не хотят, чтобы двадцатый родитель свое чадо таки принял и мешал... А эти девятнадцать никаким образом не могут исключить его из коллектива. Это желание его собственных родителей. Если они считают, что ему будет лучше в специализированной какой-то школе, то да, они просто... Но как ему будет специализировать, если там все будут с психическим наклономом, если на кто-то отдаст туда своего ребенка? То есть там все вмешали, это же... Желание родителей. Так же, как с повторным обучением, скажем. Вот то, что мы называли раньше на второй год оставить, раньше-то учителя решали. Вот последние лет двадцать это решает родитель. То есть мы можем предложить еще раз пройти курс. А что вы двойки ставите? Итоговые? Нет, конечно. То есть натягиваете на троечку? Тут вообще с оценками у меня трудное отношение. Я очень не люблю отметки. Зачет? Ну, зачет тоже не то чтобы прям выход. Мне очень не нравится в силу того, что мы говорили с вами, эта система. Когда есть формализация в цифрах, она начинает работать для родителей как такой успокоитель. То есть сегодня, я тоже в этом убежден, отметка, она нужна только родителям. Мне как учителю она мешает. Потому что я вынужден тратить время на то, чтобы еще все это вкатывать в цифры. При этом мне ничего не дает никакой информации эта оценка. Вот если ко мне приходит отличник из другой школы, то что у него пять, я не знаю, что за ней стоит. Мы же понимаем, там может быть просто гораздо ниже в среднем уровень класса. И на фоне вот того класса, да, это было пять. У нас тут, извините. И то же самое, вот может быть там у него сплошная три, а вот присошелся он характером с учительницей. То есть учительница и вот таким образом. Просто эта отметка мне как учителю не сообщать вообще ничего. Ребенку тем более. Какая ребенку разница, четыре у него или пять? Ну, действительно, я помню, как, например, меня отравили в школе. Когда директору что-то не понравилось, он сказал учителям, я догадываюсь об этом, потому что вдруг пошла волна. На каждом уроке меня спрашивают, на каждом уроке меня прилюдно при всех, как сказать, оскорбляют, что я типа двоечник и не знаю ничего, хотя спрашивают больше, чем задавали на дом. И на каждом уроке. И так три дня подряд или даже неделю целую. Это ужасная история. Это ведь не случайно. То есть да, нельзя ребенка бить, допустим, да. Хотя говорят о том, что бьют такие детей в некоторых школах и есть видео даже в интернете, в детском саду. И вот, кстати, поставили видеокамеру скрытую и только тогда это выявили. Потому что дети почему-то молчат, когда их бьют. Ну, во всяком случае, в младших классах. И в садике, когда к ним относятся плохо, они почему-то молчат, боятся родителей, что их расстроят, не знаю. И видеокамера в этом плане им помогла. Но вот как учителя, ведь действительно, они могут воздействовать на любого ребенка, сговорившись даже. У нас в школе, например, я учился в Гатчинском районе сего рождества. У нас учителя, директор школы, например, такой с говорящей фамилией Жиганов. Он до сих пор, кстати, до сих пор там. Когда мы были в 11 классе, он нам на уроке, он ввел какое-то там право, что ли, что-то такое, обществоведение он ввел. Он говорит, вот, Ранжев, я помню даже хамилия, он что-то плохо там себя ведет, избейте его. Представляете? И один сказал Жиганов, он пошел и избил его. И он его избил, потом там родители разбирались, Андрей Хайлов его избил. И родители потом уже на уровне родителей разбирались, не знаю, там что-то какие-то серьезные. А Жиганов в стороне, он не при делах. То есть учитель мог подойти к другому. Я видел, как, например, учительница-трудовичка, я с его сыном учился в одном классе, она подошла тоже к старшему классу и избей его. За что вообще я не понял, мы с ним не ругались, ничего, и он меня избил. Просто хотя он старший меня там на три, по-моему, года или на четыре. То есть это в школе только гигантская разница, там нагло выше. То есть учителя подходят к ученикам и сами они не трогают, но у них есть вот эти рычаги, чтобы психически подавить любого ребенка. Сговориться вместе или там попросить старших, там может быть за хорошую оценку и так далее. Ведь школа получается, если ты чуть-чуть, ведь если чуть-чуть только ты не соответствуешь вкусом, настроению может быть даже, а это учительница, ведь у нее может быть личная жизнь не устроена, допустим, правильно, ведь что-то у нее не складывается. И где ей возвеличиться, кроме как на вот этих беззащитных детях. И испытать вот это, да, я-то сделал, страдает, а мне хорошо. Знаете, тут есть же такие категории людей, чтобы я счастливой не была и вы не будете. Это какой-то очень тяжелый случай. Нет, ну это, да, я надеюсь, что это случай, но я рассказываю вам факты, я не придумываю это факты. Не возражаю. Вот как в вашей школе есть подобное? Да нет, конечно. Ну ведь это даже, наверное, нельзя даже и заметить никак. То, что это происходит, дети молчат, видеокамеры нет, может поэтому и нет видеокамер, не знаю, это уже не совсем правильно так. Но дети это помнят. Меня поразил факт, что Владимир Владимирович звонит своей школьной учительнице на Васильевском острове, на второй линии он жил, также он учился, и там же учительница живет уже старенькая женщина. И он ей звонит каждый год день рождения и поздравляет ее с днем рождения. Это вот насколько нужно воспитать детей, чтобы даже, ну времени, я думаю, у него гораздо меньше, чем у нас. И он все-таки звонит, он это помнит, он себя помечает, и он сам лично звонит и поздравляет эти беседы. И она ему дает еще советы, что Владимир Владимирович, походку-то у тебя, нельзя так ходить, ты же президент. Вот как вы думаете, ваши дети будут вас поздравить с днем рождения, когда они отучились? Мы увидим. А у вас есть же новый класс руководитель? Выпустил в прошлом году. Первый класс? Ну вот с 5-го я их вел, в 11-м. А были у вас какие-то трудные дети? Ну, как трудные. Все дети по-своему в чем-то трудные, просто потому что все живые, настоящие. Ну, смотрите, вот у нас учатся до 18 лет. 18 лет, даже по церковным канонам, насколько я знаю, по православным, там, по-моему, 14 лет уже можно выходить замуж. По мусульманстве, в исламе еще раньше можно выходить замуж. А тут 18. Ведь, по сути, это уже женщины. Так, ну, вот если вот взять, не говорить сколько лет девушке, то можно подумать, что она уже такая женщина, что ей уже даже можно дать больше 20 лет. А в этом плане, вот вы красивый, умный мужчина, наверняка в вас могут влюбиться девушки старших классов. Вот есть такая проблема или нет? Про это есть целая большая литература, и про это есть советское кино про школу в огромном количестве. Да, слушайте, это такая, мне кажется, совершенно понятная обычная история. Она никак не связана ни с конкретным учителем, ни с возрастом ребенка. Ну, есть, было всегда. Там просто такой случай был, у нас сотрудница работает диспетчером, Юля, и она рассказывала, что она, она педагог, она училась в Лохне, город Лохне, она была учитель физкультуры. Причем, она говорит, у меня все устраивало, зарплата хорошая. Ну, вот она там поехала в большой город, потом женилась влюбилась, точнее, еще не женилась, но уже влюбилась. Вот она, значит, она рассказала такую историю, что у них был детский лагерь, и один ребенок не мог заснуть. А она была как вожатая, значит, не мог заснуть. И она его, ну, гладила, засыпая, он всю ночь что-то то ли снилось ему, или что-то, то ли еще что-то. И она его гладила, говорила, там, засыпайся, такой, он заснул, все хорошо. Потом на выходные приехали родители, и они пришли и сказали, где это нехорошими словами, мы к нашему ребенку приставала по ночам. То есть ребенок сказал, что, я не знаю, что он ей сказал родителям, то есть она говорит, ну вот он заснуть не мог. Я говорю, я больше к вашему ребенку не подойду, пусть плачет, вы извините, и вообще я в лагерь больше не поеду. То есть в любой момент вот эта тонкая какая-то грань, она может быть как-то вот боком ударить. Ну, лучше бы не подходила, должна же была понимать. Как не подходила, он плачет, вот он плачет ночью, ему кошмары снятся, как, его нужно успокоить, там, как? Нужно было успокоить. А как, нужно подойти его погладить, что-то сказать, там, не знаю, там. Ну, все от ребенка зависит. Наши дети современные, вот то, ну, в том числе, современные наши дети, которых мы сейчас учим, они по большей части кинестетики. Это значит, что они практически не реагируют на слова, которые мы им говорим. Они реагируют в большей степени на тактильный контакт. То есть вот, если похлопать по плечу, это на него подействует. Если ему сказать, что он молодец, это, может быть, ему уши прискочит. Ну, здесь, в этом смысле, может быть, она действовала и правильно. Ну, очевидно, что в данном случае я рассчитала на реакции ни ребенка, ни родителей. Ну да. А вот скажите, как Вы, вот опять же, вот 18 лет, Вы были в Вашей практике, хотя Вы так давно работаете, беременность. Беременность старших классов у девочек? В моей практике не было. А как Вы к этому относитесь? Ну, в силу того, что… Скорее, плохо. Ну, вот смотрите. Сто лет назад у человечества, у всего, я думаю, у человечества, была проблема вообще поесть, чтобы быть сытым. Сейчас, если посмотреть там журналы, передачи, сейчас проблема похудеть. Все думают о том, как похудеть. То есть, мир меняется просто с ног на голову. И если, наверное… Вот когда-то, в 18 лет, уже все, у зеркал засиделось там, в деревнях и так далее. Особенно, если это исламские какие-то страны. У них, по-моему, там даже по закону положено до 18 уже определиться. А вот сейчас такая тенденция в 30 лет. Вот раньше 30-ти никто не рожает, нужно пожить для себя. То есть, вот как-то еще… Вот. И когда в 18 лет, допустим, совершенно случайно, вот такое вот случается, бывает. Тем более, сейчас, я… Ну, то, что я вижу и слышу краем уха, меня несколько даже пугает, потому что у меня растут две девочки. А чуть не в 14 лет уже, глядя в интернет, и видя… Вот, зачем спрашивать у родителей то, что стесняешься спросить, когда открываешь YouTube или там еще какие-то ресурсы, и там видишь вообще все. И, соответственно, очень рано сейчас дети, насколько я это вижу, школьники начинают, как это сказать, любить друг друга. И в 18 лет происходит беременность. И вот вопрос, что лучше, беременность или аборт в 18 лет? Слушайте, ну, это, мне кажется, вопрос к семье в большей степени. Ну, так сказать, видите, вот с этим явно совершенно заканчивается детство. Я об этом говорил уже. В данном случае школа, в общем, на то и направлено для того, чтобы это самое детство создать и до определенного срока его продлить. Детство, оно все время увеличивается у человека. Ну, вот, со временем. Скажем, если в средние века, в общем, в нашем понимании, детства у ребенка не было в принципе, и на ребенка смотрели как просто на маленького взрослого. Ну, в смысле, на скоростного. Он делал абсолютно все то же самое, что все остальные взрослые, также работал, в тех же условиях жил, и никаких особых условий для него, потому что он ребенок, не существовало. Это вот такая недавняя придумка. И она всегда связана с тем, что в это время он еще чему-то учится. Поэтому вот, да, до этого времени пока школа не закончила, а сейчас в 18 лет, с моей точки зрения, это однозначно дети. Поэтому, ну, какие тут роды? То есть, Вы считаете, что правильно лучше сделать работу? Я думаю, что можно не доходить до этой ситуации. Но это вопрос не к школе, это вопрос к родителям. А вот Вы кто больше, учитель или историк? Сейчас, конечно, больше учителя. А вот учитель, вот почему Вы учите детей помимо истории? Ну, истории, факты исторические, это понятно. А вот помимо истории, жизни, вот как-то жизни, может быть, Вы учите, в каких-то жизненной ситуации даете советы, может быть. Ведь учитель, если говорить учитель, то это все-таки не узкая вот история учить, а учитель, это все-таки педагог, наверное, вот эта вот история, а учитель это уже более широко. Два момента здесь. Во-первых, то, о чем я говорил, и мне кажется это правильным, я сам к этому стремлюсь. Хороший учитель, это тот, кто может дать ребенку в общем ответ на любой вопрос. И везет в той школе, в которой хотя бы один такой учитель есть. Это раз. А второе, то, что учитель это особый взрослый для нынешнего ребенка. Потому что ко мне можно прийти с теми вопросами, с которыми не пойдешь к родителям. Со мной ребенок находится в диалоге гораздо больше, чем с любым другим взрослым. И такой плюс, бонус заключается в том, что мне интересно общаться с ребенком, собственно, эту профессию, почему я пошел, потому что мне с детьми интересно. Не всегда это случается с родителями. Поэтому статус особого взрослого, он как раз и приводит к тому, что у меня должен быть готов ответ на вот такие простые жизненные вопросы, может быть не простые, но жизненные, о которых вы говорите. Нет, а если вот вы видите, что человеку нужно дать какой-то совет в общении со сверстниками, или там еще где-то, вы подходите, говорите что-то? В общем, да. Ну и тоже тут двояко, вот вы дали совет, он пришел к родителям и говорит, что это... Советы, указания, это все-таки разные вещи. Конечно, я не стану подходить и говорить, вот надо с тебя жить по-другому. Это совершенно не моя компетенция. А совет, пожалуйста, да. Скажите, а вот ребенок идет в школу, как его подготовить к школе? Сейчас первый класс. Да. Во-первых, сто процентов, вот остался один месяц у вас. Да. Этот месяц надо сделать все возможное, чтобы ребенку было тоскливо. У нас очень любят перед началом учебного года ребенка обязательно куда-нибудь свозить, сводить. Это очень плохо, потому что тогда, после первого сентября, не наступает ничего волшебного. Пусть он лучше поскучает в августе, и тогда вот те все перемены, которые случатся первого сентября, этот класс, школа, дети, учебники, вообще что-то происходит другое, не то, что было раньше дома. Это все будет страшно занимать, и проще ребенок в школу войдет. Это такой один момент. И второе, точно совершенно не стоит нагружать ребенка. Знаете, как у нас сейчас любят, чтобы ребенок в школу ушел уже всем готовым. То есть, да понятно, в современную российскую школу очень давно. Мне приходят дети, которые не умеют читать, писать и считать. Ну, они приходят, но учителя вот на дне открытых дверей нам сказали, что они обязательно должны уметь вот это все делать уже. Хотя я помню, когда я шел в школу, нас учили, я не умел. Это, ну вот, да. То есть, скажем, 30-40 лет назад это была совершенно нормальная история. Но сейчас немножко другой запрос у родителей. То есть, родители считают, что ребенок уже с первого класса должен доказывать, что он лучше всех. И, исходя из этого, они изначально вот дают, тренируют некие навыки. И он идет уже чуть ли не сознанием английского в школу. Это не очень правильно. Потому что школа, вот вы правильно сказали, она существует для того, чтобы ребенка научить. И даже если мы в стандарты наши посмотрим, первый класс он дан на то, чтобы научить ребенка писать, читать, читать, что-то не говорить. Если ребенок чего-то не умеет, это не просто не проблема. Это совершенно нормальная ситуация. Он в школу ходит для того, чтобы научиться там это делать. И поэтому не нужно здесь вот в панике пристраивать ребенка во всемыслимые кружки и студии, чтобы он умнее всех был. Чтобы заезжать его на хорошие оценки. Не надо бояться того, что он придет и чего-то не знает. Он туда идет для того, чтобы следующие 11 или, как в Москве, 12 лет все это узнать. Хорошо, смотрите. А ведь может ли ребенок вообще не ходить в школу, а приходить только сдавать экзамены? То есть вот законодательство? Может, законодатель может. И он будет иметь все те же самые дипломы? В конце сдаст два экзамена. В девятом классе математику русский переносит 11-й обязательно. И в конце сдаст слово 2EG и получит аттестат. А вот этот аттестат он бы получил от среднего образования. Да. И нужен ли он вообще этот аттестат или для чего? Чтобы поступить выше, чем на людей. А если он туда не идет, то аттестат не нужен. Ну вот человек, мой прав, он всю жизнь работает водителем. Блин, ну до 18 лет сидеть в школе, уже взрослый, тебе уже все тут надоело, тебе уже хочется уже куда-то погулять на свободу. И он всю жизнь потом работал водителем. И спрашивается, зачем? Образование полное. Это 11 классов, а новая обязанность гражданина России. Не так давно, когда я в школе учился. Девять, чуть раньше, восемь лет было обязательно. Оно вот с 11-го года по закону образования нашли в 73-му. Полное среднее образование обязанность гражданина. То есть, кем бы он потом ни был, а вот весь курс наук он освоить должен. Это в общем везде так, эта планка, она все время растет. У нас в 18-м году обязательно было начальное образование. Потом долгое время среднее, сейчас полное. Что вы думаете про голосование в школе? Я имею в виду, чтобы среди учеников проводить голосование. Кто лучший учитель, а кто худший учитель? Например, что вы об этом думаете? Это интересная практика, она встречается и в школах Петербурга. Есть такое, да? Есть такое. Ну, как некая форма обратной связи. Да. Практически в каждой школе есть похожий формат, но среди родителей. А что делать с худшим? Вот учитель, и он худший, и все про это знают. И как это с ним быть? Ну, очевидно, какой-то эффект должно иметь. Иметь в виду, что это привязать, допустим, к аттестации. То есть, о нем плохо отзывают, он и не прошел. А вообще, если он худший, так его вообще уволить надо? Ну, например. Ну, не гнил, что ли. Если голосуют за лучшего, вот голосуют за лучшего, а за кого-то не проголосуют. То есть, даже если не голосовать за худшего, он худший все равно будет ясен, за него не проголосовали вообще. Будет. И как тогда этому человеку быть? Получается, им надо менять профессию? Не обязательно им надо менять профессию, хотя задуматься стоит, конечно. Любое голосование, как вообще любая конкурсная процедура, она происходит здесь и сейчас. То есть, он не то, чтобы худший вообще, но он худший среди своих коллег. Ну, вот так получилось, ну, звезда на звезде его коллеги, а он, ну, вот, хороший, ну, как и все. И да, он окажется самым плохим, он не знает, что ему гнать пора. А с другой стороны, он хороший или плохой для тех, кто голосует. То есть, ну, вот, не подходит он этим детям, предположим. Ну, вот он страшный зануда, а они хотя бы, или наоборот, он уж слишком такой свободный, а они бы хотели дидактики. А в другой школе он будет, вот, как раз вполне. Ну, то нужно просто понимать, что любой такой, любая такая оценка, она ситуативная. А что вы думаете, сейчас вот идет тренд? Цифровизация, да. И сейчас уже появились электронные дневники. Все есть, там все-все, математика, русский. Зачем таскать тяжелый учебник, если есть планшетик, и там все есть. Никто не запрещает абсолютно. То есть, ребенок совершенно вправе все это загружать с электронные носители. Давай, давайте просто. Все учебники, которые есть в федеральном перечне, они все обязаны существовать в цифровом виде. То есть, ребенок точно так же, вот, каждый учебник, который ему предлагает библиотек, школьный, он его может взять в цифровом виде. И может носить на телефоне, на фашете, как хочет. Мне, например, это бывает даже удобнее, ну, когда я в исключительных случаях к книжке обращаюсь, мне, конечно, удобнее, чтобы она была в телефоне. Потому что телефон-то он точно не забудет. Книжку может он принести. Другое дело, что, скажем, не всегда это бывает удобно для каких-то целей, там, не знаю, практических. То есть, иногда бывает важно научить работать с книжкой. Ну, это делается тоже не одноразовой акцией. Нужно, чтобы он все-таки годами листал в каком-нибудь виде. Но эти книги уходят, они дорогие очень. А тут скачал. Уходят, да. Ну, есть какие-то вещи, которые уходят, но нам бы хотелось, чтобы они не ушли окончательно. Я уверен, что книги среди них. А вот если заглянуть в будущее, как вы это видите? Ведь сейчас уже есть электронный журнал, электронный дневник. Это большое счастье. Это, получается, скоро же планшет и все. И в планшете он может делать домашнее задание. Вот двумя пальцами уже не надо писать. Вот двумя пальцами. Так-так-так-так-так-так-так. То есть, получается, нужно… Как вы думаете, это правильно или нет, что люди перестанут писать? Ну, конечно, неправильно. С этим связано огромное количество на физиологическом уровне вопросов, которые сразу возникают. Моторика? Ну, моторика, которая… мелкая моторика напрямую связана с развитием когнитивных наших способностей. И почему мы сегодня с самого маленького возраста, довольно взрослого во всех школах внедряем робототехнику. Это вот то, что из лего собирается. Потому что это мелкая моторика. И нам важно, чтобы ребенок каждый день, много лет, пока он маленький, вот что-то там собирал. Потому что это в буквальном смысле нейронном уровне развивает мозги. Но если цифровизация идет так вот, с такими уже темпами к нам, как вы думаете, не перестанет ли существовать школа? Нет. Ну, я вот проезжал по Лиговскому и заметил, что клуб метро закрылся. Представляете? Клуб метро. Вы ходили в клуб метро? Ну, наслышан. Ну, кто не знает, на клуб метро туда ходили и танцевали. Он закрылся. Закрылся почему? Потому что молодежь перестала ходить на танцы. У нас в деревне там все паломничество было, все ходили на танцы. Сейчас никто не ходит. Почему не ходят? Потому что они получают эти эмоции в компьютерах. В компьютерах, в ютубе и так далее все эти эмоции, видимо, переживают и почему-то, не знаю, боятся. Может, социофобы там, они боятся общества. И вот таким образом они скоро будут бояться ходить в школу. Мне так кажется. Потому что, если посчитать, вот, слушайте, Гай Германи, вы видели этот фильм «Школа»? Конечно. Это же ужас какой-то, что они там показывают. И человек там посмотрит. Один раз у него будет какой-то стресс нервный с дисверстниками. Он скажет, я не хочу туда пойти. Он будет ее прогулять, он туда не пойдет. И рано или поздно, я так, я предвижу, школа перестанет существовать просто. Потому что, окей, гугл и вся информация, пожалуйста. Я с вами не согласен, никуда она не денется. Школа как пространство, вот где классы, парты, кабинет труда, она меняется все время. Она не всегда была такая и понятно, что не всегда она такой будет. Другое дело, что никогда и никуда не денется формат учитель-учеников. Тоже я об этом говорю. Никакая это справа и среда, она не заменит… Это другое. Вот среда не заменит вот этого общения, вот то, что у нас сейчас происходит. Потому что она в любом случае опосредует одного от другого. И почему я говорю, что при всех тех замечательных абсолютно возможностях, которые дает видеоблог, допустим. И это прекрасно, что он у нас есть. Это все совершенно не отменяет профессию учителя. И профессия учителя неотменяемая в принципе. Именно потому, что учитель способен к диалогу с ребенком. И сегодня в том числе в большей степени способен, чем даже родители. То есть я могу не уметь быстро собирать всю информацию и давать ее с картинкой. Но никакое цифровое средство не умеет говорить. Как Вы думаете по поводу того, что в Дагестане очень много отличников по ЕГЭ? Было. Было? Было. Сейчас меньше. Сейчас меньше? Сейчас меньше. Ну вот что Вы думаете вообще о ЕГЭ? И о том, что где-то вдруг в таких-то республиках или даже в школах. Я помню, знаете, что я такую помню историю. Фактически я Вам расскажу. Когда мы сдавали экзамен, выпускной экзамен из школы. Там была такая история с конвертом. Там был русский язык в частности. Там тема сочинений. Да. И нам звонят. Вот я в рождественной, с Никольской школы звонят. У нас экзамен начинался там в 10 утра, а мне в 11. И они звонят, ну чего, какая тема, скажите. В 10 утра уже с 10.01 звонок. Вот, мы вскрыли конверт, тема такая-то. И они за этот час своих учеников, медалистов готовили. То есть вот коррупция на каком-то уровне, ЕГЭ, это что же? Не просто так вдруг такая вспышка, что все отличники. Мне ЕГЭ нравится как способ количественно определить, как мы работаем. У нас просто в системе образования очень немного способов объективно посмотреть на качество нашей работы. Вот выразить в цифрах каких-то, посчитать. ЕГЭ один из них. И хорошо, что мы так умеем делать. Это по поводу того, что какие-то социальные эффекты дает, в том числе с антикоррупцией. Тут я судить не возьмусь, но в плане оценки качества нашей работы у нас такой инструмент должен быть. Понятно, что он не отражает уровня развития, развития ребенка в целом. Он отражает, насколько ребенок освоил объем школьной программы. В принципе, в общем, ничего другого от экзаменов не требуется. Если мы вспомним наш обычный экзамен, когда комиссия сидит, там, скатерти, там, база с цветами. В общем, у нас там тоже не особенно спрашивают, как у нас интеллект развит, какие мы творческие. Мы на экзамен приходили не для того, чтобы творческий потенциал свой раскрыть, а для того, чтобы показать, как мы выучили билеты. Так было всегда, и ЕГЭ в этом смысле выполняет ту же функцию, но при этом объективно позволяет мне сравнить. Мои дети так освоили этот материал, а вот в среднем освоили немножечко подольше или похуже. Смотрите, я просматривал учебники, ребенок в школе готовится, стал просматривать. Там, знаете, такие интересные задачи. Задачи такие интересные, вот я сейчас вспомню. Пенек скачет зайчик, а по пенеку порезет муравей, и дальше там такой вопрос. Что зайчик думает о муравье, и что пенек думает о зайчике. Вот что-то вот в таком духе прям. Это что-то очень страшное. Ну да, и я стал думать об этом. Вот первая мысль, это же кошмар какой, как пенек думает о муравье или о зайчике. Пенек не может думать. Но потом я стал думать глубже. И я вспомнил, например, русские народные сказки. Ведь там же все время обращались яблоньки там, к ветру. Или вот Есенина, если почитать, это же русская традиция. Белая березка под моем окном принакрылась, она сама принакрылась снегом, словно серебром. На пушистых ветках белой каймой распустились ветви снежной бахромой. И стоит березка в золотом огне, и горят снежинки. То есть, как бы березка, она описывается как живой человек. Или вот черемуха душистая с весной расцвела, и ветви золотистые как утри расплела. То есть, ассоциация, что она живая. То есть, вот это что? Правильно ли это дать понять ребенку, что дерево, это живое, и он может думать, и на него смотреть по-другому. И что пенек может думать, и что все живое, оно, то есть, может быть, это мы настолько узкие и, как сказать, не сведущие, не понимающие. Может быть, это правильно, что пенек может думать? Ну, в том примере, который вы привели, дидактически, нет, это неправильно. Средствами фольклора, опять-таки, о чем мы говорили, да, это хорошо. В общем, для того мы его изучаем, чтобы все это видеть. Совершенно точно могу сказать, что в начальной школе учителя, у ребенка, они не интересуются, что думает пенек. Вот, и, в общем, это оправдано. Но, действительно, встречаются задания, с которыми непонятно, что делать. Вызывают они иногда вопросы, скажем, например, в начальной школе есть такой предмет, окружающий мир. Очень хорошо помню, по нему пишут в конце всероссийскую проверочную работу. Ну, такой аналог ЕГЭ, только для четвертого класса. И вот, мои пятиклассники нынешние, когда они переходили, писали эту работу, и я смотрел, что они там пишут. И там вопрос. Окружающий мир – это такой блок предметов, там и о природе, и о человеке. Ну, вот, окружающий мир, все обо всем. Вопрос из области естествознания. У предмета, который находится в невесомости, в космосе, нет. И нужно вставить два пропущенных значения – нет А и нет В. Вот чего нет предмета, который находится в невесомости? Ну, понятно, что нам, людям образованным, приходит, что у него нет веса, потому что, вот, да, именно она. А дальше второе неочевидное. Вот, начинаешь гадать, что же там второе. Правильный ответ на этот вопрос был не от верха и низа. Что тоже, в общем, очевидно и правильно для ребенка, тоже очевидно. Ну, вот, взрослые призадумываются. Может быть, вот вопрос, там, про пенек, про зайчика, он больше был бы понятен ребенку в логике всего, что он проходил, как про верх и низ, чем нам. Поэтому, может быть, вот здесь на что-то другое был вопрос. Вас ученики учат чему-то? Конечно. Взаимный процесс. И какие вы берете уроки у учеников? Почему они вас учат? Ну, знаете, тут очень сложно не ответить банально на этот вопрос. Как и всякое общение живое. Это, прежде всего, вот такой нормальный человеческий опыт. Но ведь они же, действительно, вот я смотрю, общаясь, они-ка подчас даже умнее некоторых взрослых дети, особенно в старших классах. Абсолютно точно. Знаете, есть такая категория детей. Немножко это сравнивало со спортом высоких достижений. Это олимпиадники. Вот у меня, числятся за мной, победители всероссийских олимпиад, поэтому я тут по своему опыту очень хорошо знаю, что я, безусловно, как учитель, как профессионал, точно знаю, что нужно сделать, чтобы у меня ребенок победил на районном туре олимпиады. Я знаю, какие книги дать, какие материалы дать, прорешать, как его настроить, почти с гарантией. Я буду иметь победителя района. А дальше... А это много денег? Это, достаточно много. Дальше, когда он двигается по этим ступенькам, город, тем более Россия, моя роль сводится в итоге к мотивации. Потому что все остальное он знает во многом лучше меня. Допустим, ребенок, который едет на олимпиаду по истории России, для него совершенно нормально помнить всех наших маршалов победы, помнить название всех полутора десятков фронтов и кто в какое время мне командовал. Я это не держу в голове, хотя я профессионал-сторик. Потому что я понимаю, если мне будет надо узнать, кто каким фронтом командовал, я таки сделаю окей гугл или открою справочник, который у меня, безусловно, есть, и там посмотрю. Ну, не для, в общем, этого, да, мы историю изучали. Для него это будет нормально, просто потому что это вот такой спорт в высоких достижениях. Так же, как вот в любой другой сфере. И да, естественно, тут я даже не, что называется, не пытаюсь вмешиваться в содержание. И, кстати говоря, готовить таких олимпиадников правильно, когда к тем, кто уже это прошел, подключаешь маленьких, и они гораздо лучше их погрузят. Да, у меня слышит впечатление, что вот каждое поколение, оно умнее предыдущего. Например, я помню, как нас в школе учили всяким, такой еруде всяким, вот там связанным с Лениным и партией. А сейчас они более свободные дети. Тем более у них есть интернет, они в любой момент могут все посмотреть. И каждое новое поколение, оно более умное. Но вот вопрос, вот олимпиадник, вот он очень умный, вот он закончил школу, закончил институт. А что дальше? Вы выпустили класс, и вот был отличник. Вот эти отличники, они добились чего-то, может быть, уже или еще, или они уже на пути к этому. И троечники стали троечниками. Безусловно, добьются и все другие того, что входит в их систему ценностей. Того, что для них предпочтительно и то, на что они готовы решиться сами. В школе, смотрите, вот в школе, вот есть учебник. Вот выучи параграф, получишь пятерку. Он выучил параграф, он получил пятерку. Он выучил несколько параграфов по разным предметам, и он стал отличник. Он вышел в жизнь. В этом смысле отличникам, им, конечно, тяжелее, чем тем, кто, в общем-то, принаберегал. В каком-то смысле, да, вообще в школе, почему это вот беззаботное, легкое время? Потому что в школе мы живем по звонкам, как бы это ни звучало. И живем в рамках действительно определенных правил. Это очень облегчает жизнь. Поэтому, да, конечно, ребенок, который более успешен в этой системе, отлично, условно говоря, конечно, когда он попадает в тот мир, где всех этих костылей социальных нет, ему сложнее. И да, вот за них, за личников всегда переживаешь больше, чем... А скажите, какой предмет вы вывели еще в школу? Я бы вывел из школьной программы целый ряд предметов. Нет, физкультура прекрасный предмет. Да, конечно, физкультура. Ну, тут, знаете, как... Есть предметы, которые традиционно всегда упаковывались в более крупные области предметные. Допустим, астрономия, как отдельный предмет, была у меня, потому что я учился в аэрокосмическом профиле. Это было оправданно. Но, в принципе, она вот модуль внутри физики. И стоит ли называть отдельный предмет, не знаю, неувереннее. То же самое, допустим, касается... У нас есть музыка, изобразительное искусство, есть искусство просто, есть мировая художественная культура. Близкие области. Может быть, разумно их соединить. Точно так же, как два родственных предмета истории общества знания. В общем-то, в определенных вопросах они могут совмещаться, и не всегда нужно тоже общество знания выделять предметы. Хорошо, а какие вы делали? Новых никаких. Логика, риторика? Логика, риторика, как отдельные предметы у нас бывали. В модуляционной России, в советской России такие предметы были. Сейчас в вузах только есть. Ну, как часть той же истории, как часть литературы? Ну, риторика, это умение говорить. Разведение человека, ведение. То есть, как общаться с другими людьми, когда на тебя наезжают. Этому школа не учит, она этому учит на уровне вот этой истории. Ну, отчасти она этому учит. Люди хотят так-то, они устроены так-то, но они хотят развеличиться. Если такая ситуация, то почему нет такого предмета? Значит, школа не учит жизни. Она учит, как марксистским вот этим вещам, материализм. Школа учит материализму. Она не говорит человеку о том, что есть, например, там какие-то вещи, что если ты что-то сделаешь, то это грех, и Боженька тебя накажет. Например, вот таких вещей не говорит. Это может быть православие, кстати. Православие есть? Да, есть. Основная православная культура есть. Да, несколько лет. Как русские математики и так же православие? Ну, в 4-5 классе есть такой пример. Он по выбору. Родители могут выбирать. А как вы считаете, православие нужно говорить о них? Если родители считают, что нужно, то да. А как, вот мне интересно, а как преподают историю про Сару, Жабра? На этом предмете не вероучительные моменты изучаются, а такие общекультурные. То есть культура, связанная с православием. Не сами религиозные добрые. А вы знаете о чинахе? Конечно знаю. Как всякий образованный человек. Ну да, наверное, сначала нужно учителей научить все-таки, чтобы они тоже были вот в этой системе. А потом, наверное, уже детей в православии. Ведь если учительница 55 лет, она может быть агностиком или атеистом? Нет, ну это понятно все. Если «Витович и наш», понятно, что я его знаю на всех доступных мне языках. На латыни, на русском, на немецком, на всех, которые я учил. Просто потому, что это в основе... А что у католиков тоже учил наш главный молитв? В числе прочих, в числе трех основных, да. Православие нужно, да? Если семья считает, что нужно, то да. Вот основа православной культуры, например, по выбору. В качестве альтернативы там все традиционные конфессии. Есть учебник, есть курс, он преподается у нас в стране и по словам мусульманской культуры, по словам буддизма, иудаизма. И в альтернативу ему существует курс «Светская этика». Вот интересно было бы узнать, как это преподается. То есть действительно ли говорится... Вот, кстати, знаете, что вот тут я закладочку положил, нашел потрясающую цитату. Смотрите, здесь рассказывается про, как жили раньше рабочие. И вот смотрите, здесь рассказывается про предпринимателей, которые помогали рабочим, которые там получили травму или еще что-то. Это учебник «История». И в учебнике «История» дальше вот я цитирую. Такие владельцы предприятий придерживались христианской морали. «Кто одел голову, накормил голодного и посетил заключенного, тот меня одел, меня накормил, меня пустил». Это же цитата из Библии. То есть в учебниках «История» есть упропление Библии. Ну, из Нового Завета в данном случае. Ну, почему нет? Это текст, который в основе любой культуры лежит. Западная и наша в том числе. Ну, нет, я просто к тому говорю, что каким-то образом православие все равно есть в нашем образовании. Оно есть не в образовании, оно есть в культуре. Точно так же, как в нашей культуре, есть элементы из многих других конфессий. Безусловно, огромный пласт светский. Нет, я пытаюсь просто разобраться, я не совсем понимаю это, поэтому пытаюсь разобраться, получить профессиональный акцент. А я убежден, что, безусловно, никакое вероучение не может преподаваться в школе. Это сто процентов. Так, школа – это пространство светское. Ну, я почему в этом переживаю, потому что я точно помню, когда я учился в школе, все, что учил в школе, у меня вызывало отвращение. Я не знаю почему. Я, Онегина, я думаю, Онегин, боже мой, я только в 35 лет, по-моему, или в 33 года, не помню точно, я стал почему-то читать Онегина, я стал учить его наизусть. Это просто как Библия. Онегин – это просто шедевр. Но школа отбивает напрочь почему-то все, чему она учит. А она учит и «Войне, и мир», и огромное произведение. Или Достоевского она учила, я помню, читал, прочитал его до конца, и я понял, что мне почему-то… Может быть, я еще не дорос до этого, до этих высоких произведений. Но почему-то даже «Лыжи» меня отвратили. Почему вы в школе на лыжах не ездили. Все, что было в школе – это плохо. Почему-то на уровне подсознания. И в данном случае не отвратить ли детей основы православия от православия? По этой аналогии тоже важно понимать, что это очень индивидуальный опыт. Сколько у нас в стране школьников? Миллионы. И понятно, что для кого-то… Есть цифр 5? Да, есть, я просто сейчас на память не помню. А, 5 миллионов первоклассников, по-моему? Ну, многовато что-то. Ну да, да. Нет, по стране. Ну да, да, да. Просто не для кого-то, безусловно, это травмирующий опыт, как в общем, любой детский. А для кого-то это счастливое время даже, самое счастливое. Но тут может быть совсем наоборот. Ваши ученики ходят на демонстрации? Какие-то ходят. Ну, нынешние нет, у меня сейчас был пятый класс, они никуда без родителей не ходят. А вот в старших классах? В старших классах, которых я выпустил, ну да, было… Они рассказывали, они ходили на оппозиционные митики? По-моему, кто-то даже ходил. А вы вот, ну вот, то есть, его знают об этом директор школы, там, или… Может быть, кто-то из них носил вот эту ленточку, а, это значок у них, по-моему, был. А, нет. То есть, у школы никаких гонений нет. Ну, тут, знаете, это как многое, что касается вот этого возраста, 9-11 класс, возраст очень протестный. Да. И они, естественно, ходят на демонстрации 100%, не потому что они что-то разделяют или что-то понимают. Насколько вам легко с ними? Точно нет. Они туда ходят, потому что, ну, во-первых, это на тот момент, среди определенного круга, на который ориентируется, это модно. И ничего смыслного в этом нет. А с другой стороны, просто потому что, вот, очень, как вы правильно говорите, хочется выделиться среди… Нет, но они смотрят эти ролики, и когда им в роликах говорят, ой, кошмар, вот, боже ты мой, это же вообще все, вот мы за все хорошее, приходите к нам на митинг. И они же и таки идут, как вот, знаете, из-за кроссолог, по-моему, была эта история, как он за собой увелся, или этот… Кроссолог, кроссолог. Какие-то гонения не пускали, там исключали, этого нет? Я, во всяком случае, о каких-то реальных случаях не слышал. Другое дело, что… А вы уже долго слышались в этом? Это правда. Другое дело, что мифологии вокруг нашего образования очень много, поэтому тут, может быть, на уровне слухов что-то и было. Но, опять-таки, тут нужно просто понимать, зачем они туда ходят. И точно совершенно туда ходят не за новыми идеями, и, честно говоря, наплевать им на эти идеи, которые там слагаются на этих материалах. Как смысл вашей работы? Опять, очень сложно не ответить банально. Понятно, что, когда ты много-много лет с детьми работаешь, с одним детским коллективом, ну, ведешь вот, как классный руководитель, как учитель, ну, понятно, что это очень радует, когда ты видишь, как они там берут барьер за барьером, в итоге там выходят в космос. Это, конечно, большая радость. Вообще, от успехов учеников разных получаешь удовольствие. Не знаю, например, у меня была ученица, она входит в нашу, сколько еще, 17 будет, она входит в нашу взрослую олимпийскую сборную по прыжкам в воду. Понятно, что это большая радость и гордость. Она входит на работу? Ну, она уже выпустилась. Она уже никуда не ходит, но понятно, что эта история не имеет отношения. А скажите, вот если вы классный руководитель, и вы ведете какого-то ученика, олимпиада и так далее, он стал отличным. У вас есть какие-то поощрения за это? Конечно. То есть, если учитель раскрыл талант, то учителя примеры, правильно? Ну, во многом здесь привязка формальная, потому что я, опять-таки, не уверен, что уж определяющая была моя роль в том, что он там что-то выиграл. За мной чаще всего первый шаг – мотивация. То есть не, как вы правильно говорите, не загубить, а наоборот увидеть и поддержать. Ну, вот тут, да, тут точно это была моя работа. А уж дальше, как вот он это сделал, это… Нет-нет, ну, премия есть какая-то от государства? Конечно, есть. Ну, тут очень хорошо. То есть… И здесь хорошо то, что премия синхронная. То есть, допустим, когда ребенок выигрывает Российскую Олимпиаду, премия получает двое. Получает он и учителя. Отлично. И в разных регионах она, правда, разная, но есть федеральная. И она, кстати, очень неплохая. Это же хорошая мотивация. Там сейчас порядка, по-моему, сорока тысяч – премия за победу на Всероссии ребенку. Ну, это же здорово. Действительно, это есть хорошая мотивация раскрывать таланты и вести таланты. Ну, опять-таки, это федеральная, скажем, вот та же Москва, которая немножко щедреет своих возможностей. У них еще своя внутренняя московская премия, которая еще больше. То есть, там дети понимают, зачем они на эту Олимпиаду идут, даже в материальном плане. Скажите, вот вы преподаете, у вас игровая форма. Ну, не то, что игровая, активная такая форма. Я видел ваши уроки. У вас свой слайд-шоу, вы показываете про руку, вот это очень интересно. Так как вы издалека как бы идете-идете. А сколько детей у вас в классе? Я, судя по видео, у вас в классе там даже, по-моему, 20 детей нет. А, нет, ну это был конкурс на урок. А, и конкурс. А вообще, сколько у вас в классе детей? У всех 30-40. Это же очень много. Как можно преподавать вот в таком режиме 40-40? Это же очень много. Ну, мы так всегда работаем. Особенность у нас такая. Ну, хорошо. А вот ваша манера подачи материала, она, как сказать, актуальна при таком количестве учащихся? Конечно. Ну, она и рассчитана на специфику детей, с которыми я работаю. Понятно, что все те приемы, которые я использую, они, прежде всего, годятся для моих детей. Ну, потому они и есть. Ну, вот на каких-то открытых мероприятиях я их тоже применяю, просто потому что я это умею. А как вы думаете, вы готовы вот каким-то образом помогать? Вот то, что я спрашивал, улучшить систему образования? Может быть, письмами куда-то там? Может быть, как-то встречами какими-то, что вот вы видите, что какие-то предметы можно чуть сократить? Может быть, еще школьную программу сократить? И зачем вы себе до 18 лет учиться? Может, до 14-ти учиться и узнать? Ну, самое эффективное образование было вот после революции. Два класса. Человекам учили читать, писать и считать. Все, зачем? Что ему еще надо? И они революцию делали. И Сталин стал, ну, правда, на семинаре еще учился. Кстати, а Сталин хороший или плохой? Как человек? Ну, как нет, конечно, как политический деятель. Политический деятель? Не знаю. Ну, то есть, вы не можете сказать твердо? Ну, я не специалист по 20-му веку. Поэтому я тут дилетантских суждений тоже делаю кофечку. Нужен ли дресс-код в школе? Обязательно. Мне нравится. А у учителя у них есть этот дресс-код? Бывает школа, в которых есть. Даже и государственная в том числе. Ну, сам коллектив договаривается, что такие требования. А вот я заметил такую историю, что от директора школы зависит все. Вот хорошая школа успешная, успешная, преподавательский состав, оборудование класса зависит только от директора. Другой директор, другая школа вообще все по-другому. Скажем так, от директора зависит многое. Иногда от директора что-то зависит вопреки его существованию. Такое тоже бывает. Но директор, да, играет, конечно, ведущую роль. Скажите, вот есть разные программы. Например, программа «Школа России». Для начальной школы? Ну, для всех. По-моему, для начала. Вся школа работает вот по этой программе. Ну, школа 2020, школа России. Да, да, да. Потом еще какие-то экспериментальные программы. Просто когда я давал ребенку школу, какая-то там программа стала изучать. Там интересно. Ежик, например. Ежик пишется и кратко, и кратко. О-жик. То есть, вот так важно. Какая-то логическая мудрость у автора была. Нет, по этой программе учится вся школа. И так далее. То есть, немножко, вот как вы говорите, 200 учебников. Вот они выбрали какую-то эту программу, и они по этой программе обучают детей. И потом, соответственно, ему нужно через и Ожик прийти, и Ёжик все-таки. То есть, я вот заблудовался, и школа, которую я отправляю ребенка, она, кстати, в этом году перешла на Школу России. А была вот какая-то то ли Эврика только как-то, сейчас я ее могу вспомнить. Вот что, то есть, получается, эта школа, директор, получает какие-то гранты, наверное. И он говорит, вот у нас будет такая программа, где эти будут учить свои программы. Нет, грантов он на это не получает, но коллектив, в общем, да, может выбирать программу и курс, по которой работают. Существует просто в рамках стандарта государственного, как бы, альтернативные пути, по которым тоже можно двигаться. Их немного, вот они выражаются в этих программах. Между ними, да, можно выбирать. Раньше 45 минут, я помню, заставляли вот так сидеть, 45 минут взрослый, я вот взрослый, я так не могу сидеть. А детей заставляют, которые вот подвижны, у них гиперактивность, а сейчас заставляют? А как можно так угодно сидеть? Ну, вообще, конечно, чтобы носить так, как я сижу и сидеть правильно, конечно, лучше на это детям указывать. Ну, чтобы искривление там не было? Это да. Ну, никому еще не повредила хорошая осанка. А скажите, дети с вами пытаются спорить старших классов по поводу его? Ну, конечно, пытаются, слава богу, что пытаются. Вот они говорят, а мы вот, вы знаете, посмотрели, что вот было, вот оно не так, а вот так? Сплошь и рядом, да, конечно. Тяжело это или это весело, это нормально? Обычно это занимательно. Ну, это нормально. То, что это вообще очень большая удача, когда ребенок спорить начинает. Это значит, что, во-первых, ему есть что сказать, во-вторых, он знает, как это сказать, или, во всяком случае, он пытается это сделать. Спорвулировать. Конечно. У него есть мнение. Поэтому, кстати, вот моя убежденность в том, что даже на самых спорных вопросах, вот то, что вы говорили, там, хороший-плохой Сталин, нужно немного православия. Вот по таким вопросам на уроке у учителя должна быть однозначная позиция. То есть я, естественно, вот как и вам говорил, да, я могу думать по-разному. Но для учебных целей у меня должна быть одна позиция очень ясная. Допустим, что, не знаю, декабристы дровосеки. И понятно, что я как специалист, как учитель и как человек могу считать по-другому. Но вот для детей я должен предлагать ясную позицию. Во-первых, они будут предлагать, что это так, понимать, что это, в принципе, нормально для человека позицию иметь. Вот она всегда у него есть. Во-вторых, кто-то с ней согласится и использует ее, вот пока он еще своих аргументов не очень много имеет, как некий социальный опыт. А кто-то наоборот, кто-то будет протестовать против моей позиции, искать свои аргументы, спорить со мной. Это тоже будет развитие. Поэтому либо благодаря моему мнению, либо вопреки ему, ребенок будет развиваться. И да, хорошо, если он развивается в споре. Дети же могут и съесть, а они же могут... Первый урок нет. Первые уроки проходят идеально, потому что дети присматриваются, им страшно интересно, кто это. Вот когда чуть-чуть проходит время, начинается проверка на прочность. Потом эта проверка на прочность, она продолжается всегда. Сложнее не первые уроки, а дальнейшие. Вот мой первый урок, я очень хорошо помню, это девятый класс был. Ну, там даже тема не так важна, хотя я ее помню. У меня до кабинета, где дети сидели, значит, провожала коллега очень с русского языка. Мы сейчас вместе работаем. Ее кабинет был за стенкой, она меня подвыла к двери. Сказала, ну, будут бить, стучи. Ну, как-то вот так она меня и напутствовала. Действительно, тяжелые классы бывают такие, там, как-то вот так сложится, что прям вообще вот такие вот, прям, тяжелые классы, вот им же удовольствие доставить, чтобы довести там учителя и еще что-то. Я помню, как мы учились. Это не здоровая атмосфера в детском коллективе. Согласен, согласен. Ну, я помню, мы учились, и некоторых учителей мы прям боялись и прям вот строго все было. А некоторых вообще на таком расслабовании, то есть это все-таки какой-то вот, я не знаю, от чего это зависит, какой-то вот подачи энергетики от учителей. Это такой вечный спор среди учителей, нужно быть строгим или не нужно. И понятно, что в коллективисте такие и такие, и та и другая группа друг от друга страдают на самом деле. Ну, мы это все понимаем. Есть какие-то, у нас такие ассоциации в культуре просто нашей. Например, строгая учительница значит хорошая. Мы же понимаем, что на самом деле далеко не так или не всегда так. И тут прямой связи нет. Поэтому я не думаю, что вот хороший учитель, он обязательно строгий. Может и наоборот. Ну, дисциплина, конечно, нужна какая-то. Первое, кого учитель выучивает в классе, это хулиган или двоечник. Ну, конечно, потому что я чаще всего повторяю эту фамилию, я постоянно его выучиваю. Это, в общем, не секрет, что учитель, который годами работает в классе, может не всех знать по имени. Ну, потому что чего-то. Вот если бы тебе вот он не мешал бы вот, ты бы получал у меня одни пятерки, слушай, и в следующий раз, когда этот мальчик будет мешать, можно вот таким образом эпилировать на него, и этот мальчик его подавит. То есть вот он мне такой пример рассказывал. Слушайте, как я завидую учителям, которые все знают. Дело не в том же, чтобы кого-то подавить. Это вообще несовместимо, мне кажется, с работой учителя. Когда 40 человек в классе, умотивировать и удалить каждого. Это вы правильно говорите. Его нужно не подавить, его нужно включить в то, что происходит. Не обязательно включить в плане предмет. Оно неинтересное ему, ради бога. Но включить в взаимодействие, которое происходит. Чтобы он во всяком случае не потерян был. Чтобы он не был отделен от того, что происходит. И не обязательно это делать вот на предметном содержании. То есть вот ты плохо меня слушаешь, давай-ка я сейчас спрошу. Ну, совершенно не об этом речь. Это другую форму работы организовать. Ну, вот не хочется со мной общаться, ну, общайся с соседом. Он ждет, конечно, по делу. Вот я дам такое задание, которое предполагает не фронтальную работу, а работу в паре. И вот он, пожалуйста, он будет в процессе. Ну, конечно, когда мы детей готовим к новому учебному году, важно помнить, что все-таки сейчас лето. И не стоит детей очень сильно напрягать учебными предметами. У них будет целый год, когда они будут целиком в школьные дела погружены. И вот есть у них отдых. Пусть у меня отдыхают. Я вот глубоко убежден, что лето, оно для того, чтобы учитывать интерес ребенка. Если ребенку нравится читать, но не стоит это чтение прерывать словами вроде «Лучше к тому тематике заняться». И наоборот. То есть учитывать надо склонность ребенка и поддерживать то, что он и так делает. Любит он рисовать – пусть рисует. Но другое дело, что мы можем внести в его занятие какое-то, не знаю, учебное начало. То есть он рисует не вообще все, что угодно, а в общем то, что нам кажется полезным. Другой вопрос – то, что с ребенком летом, наверное, все-таки проще общаться. Потому что и у родителей бывает отпуск, да и дети в общем не сильно заняты домашним заданием. И этим шансом надо пользоваться. У нас не так много времени и возможностей для того, чтобы общаться с детьми. И лето – это вот тот формат, когда это стоит делать. Ну и понятно, что в любом случае надо воспринимать 1 сентября как рубеж, после которого все заканчивается, как эти 12 часов, когда все превращается в тыкву. Это все-таки не рубеж, не порог, не знаю, что-то, после чего начинается другая жизнь. Это вот такой естественный переход. И лучше не пугать и не угрожать ребенку 1 сентября. Пусть это произойдет естественно. И так, как он хорошо провел лето, хочется верить, что лето они проводят хорошо. Также позитивно, с хорошим настроем он по вашему учебнику. Ваш брат учится в школе, правильно? Да. Он отличник по истории? Он работает над этим. Ну а вообще тяжело учить своего брата или нет? Мне не тяжело, ему тяжело. То есть это же, получается, вы, наверное, и дома или вы не вместе живете? Да, я вместе живу. А, понятно. То есть, интересный опыт учить своего брата. Брату, конечно, тяжело учиться, это как беда всех учительских детей. Он в большом напряжении всегда. Потому что... На него и смотрят. Смотрят. И плюс еще, ну знаете, как я смотрю на него на уроки, он всегда напряжен. Потому что он понимает, что в любой момент он должен быть готов сказать мудрость. И это его такая работа. Потом он, естественно, понимает, что он не имеет права на ошибку как сапер. Потому что если он принесет домой по моему предмету три, то он обречен на лекцию на тему «Ты позоришь семью». И хорошо, если еще ремнем не накажут. Это большое напряжение. Иногда, конечно, он сдает под этим напряжением. Я помню случай у меня был в мае месяце. Уже все расслабились, а он не может. Я помню, что-то рассказываю. У меня, по-моему, Александр Македонский была тема. Презентация. Я что-то делаю. Идет бурный какой-то урок. И вот братишка мой, сидит он в середине. Он на меня смотрел, смотрел. Достал из-под порты сосиску в тесте. Откусил ее. Значит, ты продолжил смотреть. Ну вот, жуя. Я, конечно, урок остановил. Я говорю, дорогой друг. Во-первых, спасибо тебе, что не попкорн. Во-вторых, в общем, если ты искал края дозволенного, то вот запомни их, это были ровно они. Вот этого уже нельзя. В таких нечеловеческих устопиях ему приходится работать. А вы можете рассказать какую-то историю интересную в школе, которая с вами произошла какую-нибудь? Какого свойства? Нет, просто вот эта история, вы подумали, вот такой случай. Просто любого свойства. Просто такую вот... Ну, не знаю. Мои ученики это как-то прознали каким-то образом. Поэтому это всякая не тайна. Моему классу, который я сейчас выпустил, очень нравилась история. Она их даже, наверное, на что-то мотивировала хорошее. Я в четвертом классе с одноклассниками поджог в школу, в которой учился. Ну, тогда подвалы не запирались. Всего причин в середине 90-х. Ну, вот что-то мы там подожгли. Нам было интересно посмотреть, как это горит. Загорелся подвал школьный. Очень хорошо помню, два пожарных расчета. И вот у нас всей компанией, сколько у нас там было... Милиция? Ну, нет. Милиция, конечно, четвертый класс. Перевели в другую школу аэрокосмическую приучилище Можайского для перевоспитания. Наверное, поэтому я очень люблю костюмы и форму. Ну, вот так. Поэтому, да, у моих детей страшно веселило, что их учитель в начальной школе школы поджег. А ведь, смотрите, ведь действительно учитель... Вот, может быть, у учителя нет опыта. Ведь, смотрите, вот вы учились, у вас были какие-то вот приключения. Вы же тогда знаете эту жизнь внутри ребенка. Потом учились в институте. В институте общежития. В общежитии это всегда пьянки. Я жил в общежитии. Это часто такие вещи, которые, как сказать... Про них не рассказывают в обществе, во всяком случае. И ведь нужно иметь такой опыт для того, чтобы понимать детей, их желания, их стремления. И, может быть, даже научить на своем опыте, что вот так все-таки нельзя. А вот так все-таки можно и попробовать. Ведь был такой у вас опыт? Какой именно? Я имею в виду в общежитии или в школе, допустим, что-то вот такое, о чем вам не хочется вспоминать, может быть, даже. Вообще, вот тот срок, когда мы в школе учимся, он очень травматичный для любого ребенка. Ну, в силу того, что детский коллектив, он очень агрессивный всегда. Даже не обязательно в плане физической агрессии. Но дети, они, в общем, по натуре своей достаточно не конформны. То есть, в общем, они и злыми могут быть, и какими угодно, по отношению друг к другу, я имею в виду. Ну, это вот тот, мне кажется, необходимый какой-то заряд, такая прививка, которая должна быть. Потому что нормальный социальный опыт, чтобы потом в обществе существовать, он требует конфликтов. Почему я говорю, что ребенка не очень хорошо совсем на домашнее обучение переводить. Он лишится очень ценной вещи, конфликтов со смертниками. Не научится их жить. Жалеете ли вы о том, что вы стали учителем? Да, конечно, не жалею. А были ли у вас какие-то вот развилки, чтобы пойти туда или учить училище? Ну, они постоянно есть. Знаете, как вот тоже специфика школа современная. Вот если 30-40 лет назад, ну и даже может быть раньше, школа действительно готовила к будущей профессии. Она готовила к делу всей жизни. Мы говорили, что вот мы его научили, потом он пошел в вуз, и вот это будет дело его жизни. Сейчас ничего такого не происходит. Потому что мы понимаем, что, ну, мир предлагает столько интернетов, столько развилок, что за жизнь человек поменяет много специальностей. И это совершенно нормально, что человек вот себя пробует, он может себя пробовать хоть в 50 лет. Нормально, такой мир. И мы сегодня говорим о том, что мы в школе готовим к профессии первого выбора. Ну да, он поступил на специальность, но это его первый выбор. Мы имеем в виду, что он потом будет переучиваться еще 10 раз. То же самое касается и вот нас всех. То, что мы в какой-то профессии задерживаемся, вот как я учитель, там, в какой-то 10 лет. Понятно, что это, в определенном смысле, случайность, но счастливая. То есть я все время говорю детям своим тоже, что я не раб на галеров. И если бы мне не нравилось здесь работать, то понятно, что я бы тут не работал. И раз я тут работаю и все свое время к вопросу о свободном, посвящаю работе, почти без исключения. Я это делаю просто потому, что отдача, которую я получаю, она мне все перекрывает эмоционально, финансово, как угодно. Скажите, а вы молитесь за Путина? Нет. Нет? Нет. А я не, ну, во-первых, в принципе, нет. Во-вторых, я не религиозный человек. А вы в церковь не ходите? Я вообще не религиозен. То есть вы в Бога не верите? В том смысле, что я сторонник какого-то вероучения, нет. Нет, ну, религия все-таки, религия это одно, а вера это совершенно другое все-таки. Это две разные вещи, два разных слова и две разные вещи. Конечно разные, да. Вера же есть? Вера есть у каждого человека. Нет, а как же основы народность, соборность, самодержавие? То есть это на сегодняшний день к нам не подходит? Я не думаю, что это к нам подходит. Это подходило, когда Сергей Семенович Уваров в середине 19 века этот слоган придумал. Тогда это, в общем, подходило, а сейчас нет. А разве сейчас у нас не какие-то нережные пневмонки? Я вижу какие-то задатки самодержавия все-таки уже. Ну, слушайте, на какое самодержавие в том обществе, где мы существуем, в обществе 21 века? Ну, сам термин, он предполагает совсем другое содержание, другую культуру, других людей. А что на флаге уже символика? Ну, символика на флаге – традиция. Хорошо, что она у нас есть. Хорошо, а скажите, вот имя Владимир, оно производное от какого произошло именно Владимир? Слушайте, это этимологический вопрос. Ну, типичный для славянских имен корень. Нет, там же ведь есть нормандская теория. Соответственно, историки делятся на нормандскую теорию и на антинормандскую. То есть нормандская теория гласит, что Владимир произошло от Вальдемара. А Вальдемар, меня так во всяком случае Галина Борисовна учила в школе, учитель истории, что от Вальдемара, Владимир. Я думаю, Владимир, владеющий миром, переводится на русский язык. Как оно может быть от непонятного Вальдемара? И вот про то, что Ломоносов там побил даже этого Шлёцера, что… Миллера. А, Миллер, да, Миллер, Шлёцер, кто там еще был. Третий. И они же нам навязывали вот эту теорию, да, когда пришла Екатерина вторая, что русские бездари, вот мы нормандцы, вот Рюрик, Синеус и Тагор… Трубор. Трубор, да. Вот они, от них все пошло, они шведы, а шведы, значит, немцы. И, значит, и вот они вот так вот все организовали. А русские сами ничего образовывать не могут, и имен своих имен нету, потому что Владимир это Вальдемар и так далее, и так далее. То есть они вот, насколько я знаю, читал эту историю. Они ездили по монастырям, в монастырях хранились записи все исторические, и они это увозили на телегах, показывая, значит, печать оператрицы, и сжигали это все, чтобы истории не было истории у нас не такой. Это очень страшная история. Миллер действительно ездил, собирал по монастырям грамоты, источники исторические, но он, правда, не сжигал, он их свозил в архив Министерства иностранных дел. Ну вот вопрос, почему нету этих оригиналов, есть только копии? Нет, почему они есть? А, копии. Только копии, а оригиналов нет. Оригиналы на местах оставлялись. Они копировались и вывозились. А может быть. Ну, кроме наиболее ценных. А тут тоже большого противоречия нет в плане происхождения имени. Понятно, что имя Владимир, оно естественно нет, у Вальдемара не происходит. Этимологически, возможно, разная группа языков. Германская группа Вальдемар, германская группа языков, у нас славянская. Другое дело, что первые наши князья, Рюриковичи, они скандинавы. И для них совершенно естественный язык общения, в том числе, это древний скандинавский язык датский, условно говоря. У наших всех первых князей, вплоть до Владимира Мономаха, два имени. Одно, вот свое, нормандское. Там, допустим, Олег или Игорь, или, не знаю, тот же Ярослав. Да, есть свои датский вариант. И есть славянское, там, крестильное имя. Допустим, там, не знаю, Ярослав, у него есть имя Георгий. Там, и так далее, и так далее. И там, Владимир Псеволод у него есть, крестильное. Точно так же и Владимир, это, ну вот, знаете, вариант такого соответствия в русском языке. Ну, просто по слуху похоже. Вот такой вариант для местного употребления. Да-да-да, что имена, когда они шли куда-то дальше, другие имена называли его немножко другим именем. И поэтому получается, что Вальдемар, производный от Владимир, а не наоборот. Что вот так вот все, оно перепуталось. Ну, просто знакомое, понятное носителем германских языков Вальдемара, ну, слух больше всего соответствует Владимиру. Ну, вот точно так же, как в дипломатической переписке, там, средневековой. Естественно, что всех, с кем ведутся переговоры, в своих документах называют так, как слышат. Должности, места, имена у нас очень смешно на слух называются. Допустим, ну, как бы мы сейчас сказали, госсекретарь английской королевы Франсис Молтингем, лорд, он у нас называется в документах Диак Францис Вальсингам. Или, допустим, архиепископ Кентербери, должность называется митрополит Кантом Баринский. Ну, то есть, как слышат, так, в общем, воспроизводят. Ну, тут вот примерно то же. Хорошо, я вот заговорил про то, что когда я учился в школе, и когда одни и те же учтения учили разного. А вот сейчас пенсионная реформа идет. И ведь еще много вот этих учителей в возрасте, которые еще получили образование в Советском Союзе, и они сейчас вот насколько, вот как вы считаете, должен ли учитель уходить на пенсию пораньше все-таки, хотя бы в наше время, чтобы пришла новая волна, новые учителя. Ведь они же занимают рабочие места, и они все-таки наверное несколько консервативные. Как вы думаете, и вот почему меня этот вопрос волнует. Моя дочка идет в первый класс с первого сентября, и мы были на дне открытых дверей. И нам представили учительницу. Учительница девочки, которая сейчас должна была учиться не только в 10-м, не только в 11-м классе, но она после 8-го пошла в училище. То, о чем я вам говорил. Да, 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 да. И вот она сейчас будет учить детей. Вот вопрос, вот кто лучше, вот эта маленькая девочка, или вот 55 лет женщина, которая вот на пенсию сейчас хотела бы, но уже и не уйдет. В этом случае, ну знаете, нет, я убежден в этом, совершенно жесткой привязки к возрасту, к полуучителя. Понятно, что энергия и энтузиазм, они бывают в любом возрасте. И в 55, так же, как в 18. Так же, как знания и опыт, они тоже бывают. И в 30, так же, как бывают и в 60. Или не бывает. Тут нет привязки к возрасту и к полу. Это, ну вот, то, что приходит с опытом, с навыками. Другое дело, что, скажем, для начальной школы, это тоже мое убеждение, учитель должен быть максимально квалифицированным. И стаж тут играет тоже не последнюю роль. То есть здесь вот эти 4 года первые, в них происходит самое главное волшебство вообще в голове у ребенка. И надо, чтобы здесь был человек очень опытный, который, во-первых, очень много знает, который не ограничен в том числе курсом педучилища, а вот все-таки имеет самостоятельные какие-то познания более широкие, у которого законченное университетское образование, который сам специалист какой-то конкретной области. Это, безусловно, должен быть очень начитанный человек, потому что в эти первые 4 года к нему будут задаваться вопросы обо всем. и в каком-то смысле он должен на нужном уровне дать ответ, понятный, удобный, на любые вопросы. А для этого, опять-таки, нужно очень высокое уровень образования. Ну вот, не знаю, магистр или не магистр, может, во всяком случае, точно не педучилище. Как зимуют ежики? Ну, например, это очень правильный вопрос. Это же нужно знать вообще все, например. Да, и вот, как зимуют ежики, она, в общем, тоже должна приблизительно объяснить. А если она не объяснит, она же авторитет потеряет. Нет, ну она скажет, давай мы вместе с тобой посмотрим. А если не скажет Алиса, то как зимуют ежики? Ну, опять-таки она, поскольку человек будет грамотная и опытная, она вот то, что скажет Алиса, во-первых, поймет, где Алиса сказала то, что надо, а где ерунду всякую. Во-вторых, она нормальным человеческим языком объяснит и покажет. А вот смотрите, эта сказка, опять же, из Левенского фольфлёра. Вот есть Илья Муромец и Соловей-разбойник. Это имеет отношение к истории? В определенном смысле, конечно. Хорошо, а вот вопрос, я вот задумался. Эту сказку все знают, они снимают мультик, но я так подозреваю, что Соловей-разбойник это татары и, соответственно, монголы. Не обязательно татары, в принципе, кочевники, там и до татар было. Ну, если Илья Муромец, то это, безусловно, печенеги или половцы. Это дальние родственники татар. Ну да, но все равно как бы вот ближе вот туда вот, монголо-татарская ига, про него все помнят. Раньше немножко. Раньше немножко. Илья Муромец это былинный персонаж, как и все богатыри, связанный с князем Владимиром Красное Солнышко. Князь Владимир Красное Солнышко, который раз в былинах, это Владимир Первый Креститель, 50-й век. Это туда, это еще 30 лет до монголы. Ага, ясно. Хорошо. Тогда второй вопрос. Есть сказка, я ее нашел в интернете, Илья Муромец и Жидовин. И про нее никто не знает. И в школе про нее не говорят, мультики не снимают. А почему? Кто же ее знает? Может быть, сюжет не нравится кинематографистам? Сюжет там примерно всегда одинаковый. Ну, в общем, иначе. А вот интересно, как вы поддерживаете знания свои? Ну, знания вот тут в учебнике, а ведь если говорить больше... Да, вот я ведь третий раз уже тут пытаюсь протестовать, что не в учебнике знания. Да, да, да. А как, где брать? Это интернет или это какие-то специальные литералы? Интернет, конечно, один из таких современных и доступных источников. Настолько противоречиво интернет говорит об одних и тех же событиях. Вот кто революцию эту все-таки начал? Ну, естественно, что если мы говорим о специальных знаниях в какой-то конкретной области, то для этого существует наука. Ну, допустим, мы же понимаем, что если мы хотим освоить какие-то знания, связанные с астрономией, то нам нужно обратиться к работам ученых, которые специалисты в области астрономии. А к нормальным профессиональным работам. То же самое с историей. Есть профессионалы, историки, ученые, есть традиция историческая, наука которой 300 лет. Вот понятно, что обращаться нужно к ней, а не к каким-то популярным вещам, или тем более публицистическим. Но это, знаете, как в какими-то поваренных книгах или вот в календарях для хозяйки домашних, там тоже есть много сведений о природе и явлениях природных. Ну, понятно, мы же не к ним будем обращаться, чтобы изучать астрономию. Правда? То же самое с историей. У нас часто вот путаются и нам выдают публицистов, журналистов, дилетантов в других сферах за тех, к кому нужно обращаться, изучая историю. И это неправильно. Так же, как в любой другой сфере. Есть фермент, что история учит победителя, что вот пришел, история теперь такая, мы ее изучаем. Потому что учебники менялись сейчас на часто. Кстати, вот и Соросы, учебники Сороса были тоже там отдельная история. Да, были. То есть, и вот как вот, это уже очень тяжело, историку очень тяжело. Историку это не тяжело. Историк, который профессионал, вот он, видите, для того пять или там сейчас уже шесть лет учится в университете, чтобы отличать профессиональный труд от профессионального. Ну, правильно я понимаю, что учитель, он говорит то, что сказала государство. Государство, как работодатель, говорит учитель, что ты должен говорить вот так вот и никак иначе. И если учитель профессионал своего дела, то он делает так, как от него просит работодатель. Потому что, если он будет делать от себя, то это уже как бы непрофессионально. Потому что, ну, это придет в разрез с его требованиями. Государство устанавливает перечень тем, которые мы должны пройти. Ну, и контролирует на выходе в форме, допустим, там, единого государственного экзамена. Вот прошли выход или не прошли. Больше никаких вводных, ну, на законодательном уровне государства не существует. Нет, ну как же, вы смотрите, вот человек закончил школу, он идет в институт. И он, начитавшись Фоменко-Иносовского... Ой, слушайте, это же в каком институте будут давать в руки студентов Фоменко-Иносовского? Нет, он сам лично, в интернете, опять же, там почитал. И вот он ему задает вопрос, а кто, значит, революцию семнадцатого года организовал? И он говорит, англичане. А ему говорят, нет, не англичане. А большевики, вот они объединились, рабоче-крестьянская партия, за все хорошее, за все плохое, за все плохое. И где найти, где это правда, кому верить? Есть столько интерпретаций. То есть нужно опираться на учебники государственные? Ну, во всяком случае, это точно не Насовский и Фоменко, поэтому да. То есть нужно опираться на мнение профессионалов. Вот те, кого мы сейчас вспоминаем, они совершенно точно не относятся к профессионалам в области исторической науки, не математики, по-моему. Ну, изначально математики, да, но цифры там очень такие интересные. Они, во всяком случае, очень... Знаете, у меня вот диссертация моя посвящена Ломоносову. Он был в конфликте, если помните, с коллегами немцами. Среди них был такой замечательный совершенно историк отечественной. Шлёцер. Шлёцер, да. Август Людик Шлёцер, выдающийся историк абсолютно. Так вот Шлёцер по поводу Ломоносова сказал замечательную фразу, она очень нам подходит здесь. Когда Ломоносов стал писать историю России, он химик, всё-таки, по образованию. Шлёцер ему сказал, что ожидать от химика истории – это то же самое, что ожидать качественной химии от историка. То же самое. Ну, какое исторического сочинения мы ждали от преподавателей математики? Ну, почему? Очень гениально. Потому что, например, они выводят, что эти события не могло произойти в это время, потому что, посмотрите, здесь описывается солнечное затмение. А теперь, смотрите, с точки зрения математики и астрономии, солнечное затмение в этот период не могло быть. Это здесь не сопоставление. Это значит, солнечное затмение было тогда-то с математической точки зрения. И это событие было здесь. И как раз оно совпадает вот с этим. Здесь математика подчас очень даже кстати, между прочим. И методы математики применяются в коронологии исторических периодов. Ну, да, да, да. То есть, по стороне фактов. Но вот карьера, вот ваша карьера, вы строите карьеру учителя. Ну, вот что дальше? Какой дальше ваш будет шаг? Вы станете директором школы? Или, может быть, у вас будет пойти депутатом или еще куда-то? Знаете, у нас есть такое представление очень неправильное о карьере в системе образования. Система образования – это система, это отрасль без карьера. Она карьера не предусматривает. Вот в нынешнем ее строении понятие карьера к ней не применима. Ни горизонтальная, ни вертикальная. Потому что, если мы говорим о том, что можно переместить на позицию, допустим, директора или позицию любого другого менеджера, это смена профиля. Это совершенно другие компетенции. Директор не стоит у доски. Директор – это не учитель. И поэтому, когда мы говорим, что вот он был учитель, стал директором карьеры, ничего подобного. Сменял сферу профессиональной деятельности. Ну, надо вот принять как данность нашей профессии, карьеры нет. Она не про это. Другое дело, что у нас есть пример, скажем, сферы науки. У нас сейчас пытаются перенести этот принцип на образование, где есть варианты горизонтальной и вертикальной карьеры. Допустим, есть научный сотрудник, старший, ведущий, главный, академик и так далее. Вот такую сейчас переносит. Это называется национальная стратегия учительского роста. Вот она сейчас как раз стартует. В этом смысле, вот учитель будет оставаться там, где он должен быть у доски с ребенком, но при этом будет чувствовать, что он развивается в карьерной карьере. Ага, то есть защитять диссертацию, докторскую защищать, правильно? Ну не обязательно. То есть повышать квалификацию, может быть сдавать экзамены, может быть сдавать портфолио. И в этой связи получать новую должность, скажем, старший учитель, ведущий учитель. А правда, что сейчас учителя получают зарплату от 40 тысяч и выше? В регионе это привязано к средней зарплате по региону. Учитывая, что регионы у нас имеют очень разный средний уровень зарплаты в экономике. Скажем, допустим, рекордсмен у нас Ямало-Нинецкий автономный округ, по-моему, 97 там средняя. Значит, в школе средняя начисленная оплата труда не может быть меньше. И у нас на противоположном конце, здесь Курканская область, там порядка 12, по-моему, экономик средняя. В Петербурге, да, у нас 39-140, по-моему, что ли, в этой средней. Ну, это хорошая зарплата. Да, безусловно. Так нет, а может быть, как-то на государственном, опять же, уровне как-то больше говорить об этом? Потому что вот в детском садике нас учат нянечки-воспитательницы, женщины в школе, в основном одни женщины. Это редкость учитель в школе, это мужчина. Может быть, как-то говорить о том, что вот зарплата – это нормальная, приходить и быть учитель мужчины? Так они идут и, в общем… Это учитель физкультуры и трудовик. Ну, правда, да. А как-то странно, а где же? Мужчины в школу идут. Другое дело, что я думаю, что никогда не получится у нас чувство мужской системы образования. Нет, я не говорю, что баланс какой-то должен. Самая мужская в мире система образования – это Япония сегодня. 48% мужчин. Ну, все равно 52% женщин. Насколько я знаю, в Швеции там специально, когда вот у них мужчины мало у учителей, они специально доплачивают, дают социальную рекламу, потому что, смотрите, вот учителя, мужчины получают аж вон аж сколько. Ну да. И специально этот баланс поддерживают этими зарплатами. Ведь это же неправильно, когда мужчину, мальчика, учат все время женщины. Ведь это женская логика. Известная история, да. Ну да. Опять же, вот, как сказать, такой вот камушек в огород российского образования. Если бы вдруг вы были не учителем, то вот кем бы, какую профессию могли бы быть? Я все-таки уверен, что из меня получился бы хороший историк. Илья Сергеевич, спасибо, что вы пришли, что поговорили. Это очень важно. Потому что то, что вы говорили, это откровение для родителей. То, что вот в августе не загружать детей. Я точно знаю, во всяком случае, моя супруга детей, ребенка сейчас загружает. И должна, должна, должна. Первый класс, школа, это что-то грандиозное. И вот это самый главный совет. Что не надо детей загружать чересчур. Школа их научит в процессе. И то, что вы вот эти знания сказали, тоже пойдет сейчас в интернет. Мы это будем продвигать. И будет много родителей это смотреть. Потому что вы посмотрели на школу не с точки зрения канонов. А немножко мы все-таки за рамки вышли. Это, мне кажется, очень важно. Спасибо вам за это. Спасибо.